Так, здравствуйте, уважаемые зрители моего канала Мысли об истории Сегодня у нас с вами необычный стрим Пилотный проект так называемый Сегодня мы говорим обо всем, об интересном Обсуждаем тайны, загадки О великих людях говорим и так далее То есть обсуждаем различные вещи Тема свободная Не только группу Дятлов Для начала давайте поздороваемся Так, привет Водолею из Красноярска Так, Миша Козлов, приветствую Санкт-Петербург Так, Арина Санкт-Петербургская, приветствую вас тоже Модератор мой Так, кто у нас сегодня еще Сейчас со всеми поздороваемся Марина Калининград, здравствуйте, спасибо, что пришли Александр Жубиков, Анадырь, приветствую вас Из дальних рубежей, Анадырь, далековато Надежда Чупахина, алтайцы, наши соседи, здравствуйте Любовь Беляева, здравствуйте, Хабаров, славный город Арсений Осипов, Санкт-Петербург, приветствую вас, спасибо, что пришли сегодня Так, кто у нас тут сегодня еще И в WhatsApp уже здороваются, поздравляют мой канал с юбилеем Так, Юля пришла, Юля, здравствуйте Из Ташкента, насколько я помню Так, Кошка Пышка из Фрунзе, Татьяна, здравствуйте Спасибо, что пришли Ирина Михеева, здравствуйте Николай Химич, здравствуйте Мишель Булгаков, добрый день, Одесса, Украина Трудящийся, здравствуйте Саша Мацигора, Казахстан, гвардии сержан Приветствую тебя, Саша Поленова, Екатерина Из Нижнего Новгорода, постоянная моя подписчица Здравствуйте, Екатерина, спасибо, что пришли сегодня Так, Маула, Киевская область, город Ирпень Маула, здравствуйте, помню вас Светлин Станчо, Болгария, Варна, здравствуй Юг Людмила По, пришла из Братска, Иркутская область Здравствуйте, Людмила По Так, Чуть Белоглазая подошла Здравствуйте, Кёрн, Германия Конечно же, вас помню Олег Теунов подошел Олег, приветствую тебя, дружище Павел Чунаков подошел Дружище, приветствую тебя, Колонна Валентина Сатанычева, конечно же, Нижний Новгород Валентина, здравствуйте Не так часто вы приходите из-за работы Паша, приветствую тебя, спасибо Иван Семенов, мой постоянный подписчик из Ростова На Дону подошел Так, еще раз спасибо за рассказ об Обалакове Да, Иван Семенов, пожалуйста Я понял, что вам понравилось Светлана П. Здравствуйте, город Владимир Иван Семенов, что интересно, вот про Обалаково я рассказывал, да Прервали нашу подготовку к экспедиции на Эверест Вот, смотрите, Обалаково в 1948 году убили И только через 40 лет, в 1982 году наша экспедиция из Советского Союза пошла на Эверест Понимаете? То есть убили человека, на 40 лет прервали Вот такие последствия Только через 40 лет страна смогла снарядить экспедицию Собрать опытных альпинистов и отправить их на Эверест Екатерина Бурдина, здравствуйте, Екатерина Так, кто сегодня еще с нами? Мария из Москвы Мария, здравствуйте, которая любит мне вопросов много задавать Так, Марина Домбрина, Кипр, здравствуйте Так, между собой пока здоровайтесь Так, друзья, сразу объявление сделаю, кто не знал Вчера моему каналу исполнилось 6 месяцев Маленький юбилей такой был Праздник Поэтому мы с оптимизмом смотрим будущее, идем дальше Канал мысли об истории работает для вас Спасибо, что все эти 6 месяцев вы были со мной Надеюсь, что и дальше будем все вместе, дружно Так, Алексей Черкасов из города Владимир Здравствуйте, вот Беларусь подошел Здравствуйте, Галина Федоровна Федорова, здравствуйте, извините Лена Ткаченко, моя старая подписчица Подошла из Запорожья Лена, здравствуйте, спасибо, что пришли Спасибо за поздравление с юбилеем моего канала Лена Ткаченко всегда мой канал смотрит Спасибо, спасибо, Лена Так, Олег Волков из Беларуси Здравствуйте Трудящийся, спасибо, да С юбилеем канала Да, всего лишь 6 месяцев Кто-то скажет, слишком маленький срок А кто-то скажет, уже 7 месяцев А кто-то скажет, еще 6 месяцев Всего 6 месяцев Да, всего 6 месяцев И нас уже 3220 подписчиков За 6 месяцев Так, Натали 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 Здравствуйте, Натали Спасибо Иван Семенов, с днём рождения Любимый канал, его замечательный автор Иван Семенов, спасибо вам большое за добрые слова Приеду, если в Ростов, руку вам пожму Если окажусь там Александр Жупиков Напишет, на обиле делают обычно амнистия Александр Жупиков Есть такие субъекты, которые вообще не подлежат амнистии Понимаете Настолько их дела черные, что они амнистии вообще никогда не подлежат А кому нужно амнистии, обращайтесь Будем рассматривать Спасибо, Марина Домрина Да, Полина Екатерина, спасибо С полугодом вас помните, вы лучший Полина Екатерина, спасибо за ваши слова Ну я не знаю, лучший, не лучший Просто как бы стараюсь, работаю, а там Вам оценивать Андрей Витт подошел, добрый день На канале буквально неделю, самый лучший канал Наряду с историческим любителем Жалко, узнал об этом недавно Андрей Витт, спасибо вам большое за ваши добрые слова Да, спасибо шестимесячным ребятам Шесть месяцев, всего лишь шесть месяцев моему каналу А за шесть месяцев уже такой определенный путь пройден Вместе с вами мои подписчики Да, Саша Мацигора пишет Прекрасный возраст, всего лишь шесть месяцев Так, Олег Волков, добрый привет из Беларуси, Центр России Так, ага, это вы, это вы Олегу Волкову пишите Хорошо Александр Мацигора, пусть он сам, сам обращается Кошка пишет Смотрю все ваши видео, на стрим они, к сожалению, не всегда попадают Ну, ничего страшного Кошка-пушка Через определенное время может что-то поменяться Я бы в другое время на мои стримы выходить Может, вы будете смотреть Все меняется в этой жизни, все течет Так, Николай Ахимович, за юбилей канала по полной до дна чая Да, Николай Ахимович, спасибо Вот Арина Петербургская пишет Драгон вчера встретил в чате, на другом канале Он на миссии не нуждается Ну и правильно Ирина Королева, здравствуйте Олег Иов, конечно же, здравствуйте Поздравляю на лучшие пожелания Так, Елена Кипова, здравствуйте Нальчик Город, здравствуйте, Елена Спасибо, что пришли Наталья Беспалова подошла Самара Так, с юбилеем смотрела все до одного выпуски Не по одному разу вы не зря проделали вашу работу Это действительно достойный результат Наталья Беспалова, спасибо вам большое Так, Надежда Никитина из Братска, Иркутская область Вот, подошла, помню вас Дэнни, доброе утро, Норвегия, Стамвангер Дэнни, здравствуйте Дэнни, вы, помню вас, да Тоже мой подписчик постоянный Владимир Головин, здравствуйте Так, кто у нас сегодня Китсан, приветствую, Олег, с юбилеем Китсан, спасибо вам большое Вы мой постоянный подписчик Хотя пришли недавно на канал, помню вас Да, Михаил Козлов, полгодика всего Скоро на ноги встанем Мы уже встали и пошли дальше Трудящийся 6 месяцев немало Столько интересного узнал Спасибо, Олег, за ваш труд Трудящийся, спасибо за ваши слова Спасибо вам Так, Анастасия, добрый день Каналу Процветание, Пермский край Город Кизил, да Спасибо, Анастасия, вам за пожелания Ирина Черных Привет из Киева Так, Ольга Ка, спасибо за... Так Сейчас дойдем и до поздравлений, друзья Так, кто тут еще Все акселераты, Саша Абонцигора говорит Да, Михаил Козлов Драгона за дело забанил Он сам напрашивался давно Поэтому... Михаил Козлов был модератором Принял решение такое Я модератора своего Всегда поддержу Майя Савинкова, привет из Калининграда Майя, спасибо Не часто вы приходите на стримы Калининграду, привет Вот Арина Петербургская еще раз подтвердила Что не подлежат амнистии Такие субъекты Кавказ 77 Мой подписчик Спасибо из Харькова Помню вас Вот этик О, пришла Привет из Харькова Моя подписчица старая Юлия Петрова подошла Спасибо, Юлия, вам За поздравления Оксана Бойко Украина Так, сейчас еще подойдут зрители Лайки ставьте, пожалуйста, кто подходит Татьяна Петлюк Добрый день, из Новосибирска Название Для субботней встречи отличное Смотрю все ваши видео Жалко, не всегда попадаю на стрим Татьяна Петлюк Ну, приятно, что вы из Новосибирска Я веду свой репортаж Тоже из Новосибирска Поэтому вы где-то здесь в городе Находитесь Здравствуйте Дарья Дарья Каласт Польша Дарья, приветствую вас Помню Из Варшавы вы Да, Полина Екатерина Я собрал все варианты Которые мне подписчики Вы высылали И из нескольких названий Собрал это название Вместе Все мы вместе Об интересном Емко, коротко И не напоминает Ни одной из передач на телевидении Изъезженной Название не изъезжено Но придумаю Многое лично Тетико пишет Не такая уже старая Нет Тетико Я имею ввиду Подписчица старая Ни в коем случае Я не имел ввиду По годам Так Вера Лихоманова Подошла Привет из Харькова Вот Галина Бадаева Пришла Олег Все наши подписчики Поздравляю От души Саратов Галина Бадаева Спасибо Вы моя тоже старая подписчица Мария Спасибо вам Вот Валера Валера С другого канала К нам приходит Спасибо Валера Из Барнаула Да Он так и написал От человека С другого канала Спасибо Валера Спасибо что приходишь Дарья Колос Все понял Варшава Дарья Ирина Королева Самый душевный Правдивый канал Да Ирина Спасибо Действительно У нас люди хорошие Подобрались Подписчики Ругань у нас не будет Поэтому Спасибо Майя Савенкова Ничего страшного В записи Пару стримов Посмотрели Остальное Так видите Да Валера Мы всегда рады Вам Несмотря на то Что вы с другого канала Приходите Мы вам Именно только вам Мы всегда рады Так друзья Так давайте Остальные Кто подойдет По ходу пьесы Поздороваемся Так друзья Сегодня у нас Стрим на свободную тему Название стрима Вместе Об интересном То есть у нас Первая суббота Каждого месяца Будет стрим На свободные темы Будем общаться Обсуждать Загадки Тайны Различные Происшествия Будем пытаться Прийти к какому-то Общему результату Знаменателю Обсуждать Всех Что волнует И интересно Кроме политики На канале Мысли об истории Политики Не до слова Совсем То есть политикой Мы не занимаемся Так И в преддверии Значит Восьмого марта Уважаемые дамы Девочки Девушки Нашего канала Женщины Разрешите вас Поздравить От канала Мысли об истории От мужской От мужской части Канала От мужского коллектива От меня лично Как ведущего Этого канала С восьмым марта Вас Уважаемые девочки Пожелать вам Счастья Здоровья Семейного Благополучия Большой любви Чтобы у вас Удача в делах Ваших Всегда была Чтобы было Всегда дома Хорошо Чтобы дома Вас все ждали Любили Ценили Ну и чтобы у вас Было много Много денежков Да Ирина Петербургская Спасибо Что напомнили Кто хочет Имеет возможность Помочь моему каналу Реквизиты есть Карты Сбербанка Для России И И счета Пайпал Если кто-то За рубежом Находится Может помочь Моему каналу Своими пожертвованиями Так и Одна Одна из наших подписчиц Попросила Стихотворение Прочитать В праздник Для наших дам Нашего канала Так Евгения Иванова Добрый день Спасибо Подошли Да Все вы Все вы Знаете А М У нее Ник Она Попросила Так Галина Никулина Нижний Сергий Спасибо Галина Никулина С юбилеем вас А вас Восьмым мартом Поздравляю Эрика Трубецкая Здравствуйте Итак Стихотворение Для вас Милые Наши женщины Ах Женщина Мне тоже Опыт дан Не замечать Твой Вековой Обман И никогда У бездны На краю Я за обман Тебя Не укорю Мне Вековая Нравится Игра И неприметный Проигрыш Добра В конце Концов Мне на Мое Добро Мое Недостающее Ребро Друг Стала Женщиной И взгляд Ее Закон Через Нее Я с Вечностью Знаком И там В ночи На ложе Всех Начал Я перед Ней О Вечности Молчал Пока Для нас Вселенная Звезд Другой Вселенной Возводила Мост И открывала Миру Не тая Над Бездной Мрака Солнца Бытия Это Вот Сихотворение Для вас Михаил Дудин Написал Наш Советский Так Секундочку У нас В чате Еще Подошли Люди Сейчас На них Тоже Поздравим Дарья Колос Пишет В Польше Празднуют Но не Выходной День Как у нас Понятно Дарья Колос Возвращайтесь В Россию Будет Выходной День У вас Так Елена Валина Добрый День Олег Спасибо За Поздравление Поздравляю Всех Женщин Так Татьяна Петлюк Спасибо Чуть Белоглазая Спасибо Вам Сейчас Еще Поздравим Вот Анонимус Мимус Подошла Здравствуйте Уважаем Спасибо Так Рюрик Подошел Олег Здравствуйте Всем Присоединяюсь Поздравлением Олега Так Ирина Михеева Да Милая Женщина И теперь Еще Хочу Прочитать Уже От себя Первое Сихотворение По просьбе Подписи А.М. Было Прочитано А теперь Я вас Хочу Поздравить От себя Своим Сихотворением Если Вы Не Против Конечно Итак Борис Пастернак Лауреат Нобелевской Премии Советский Писатель Чем Старше Женщина Тем Больше Преимуществ Она Мудрее Хитрее И Нежнее И Четче Знает Кто Ей В жизни Нужен И Юной Деве Не Сравнится С Ней Ходы Вперед Десятками Считает Читает Взгляд И Даже Слабый Жест Запретный Плод Ее Не Так Уже Прельщает Она Все То Что Ей По Вкусу Ест Мужчин С К себе Кокетство Глупость Заменяет Шармом Перешагнув В утехах Тело Стыд И Дарит То Что Ей Приятно Даром А Память Ставит Промах И На Вид Умеет Скрыть Природные Изъяны Достоинства Изящно Подчеркнуть И Взглядом Полным Магии Тайны Привычно Без Усилия Сверкнуть Вместить В себя Все Вековые Гены Изюминкою Стать В руках Творца Быть Афродитой Вышедшей Из пены На Жертвенность Венчального Кольца И Втридцать С хвостиком Вступая В совершенство Стряхнув Усталость Напряженных Лет Почувствовать Душевное Блаженство Гармонии Цены Которой Нет Вот Такие Слова Хорошие Написал Борис Пастернак Вам Уважаемые Наши Девочки С праздником Вас Канал Мысли Об истории Присоединяются К Борису Пастернаку Нашему Писателю Великому Вас Поздравляю От души Всех Спасибо Что Вы Есть Спасибо Что Вы С нами Делаете Нашу Жизнь Лучше И Всего Вам Хорошего Как Говорится Дарья Петербургская А.М. За Сихотворение Спасибо От Михаила Дудина Она Попросила Зачитать Николай Пишет Переделает Календарь Каждый День 8 Марта Не Запутаешься Да Точно Миссис Китя Здравствуйте Спасибо Олег Спасибо Пастернак Борис Пастернак Великий Наш Поэт Писатель И стихи Такие Прекрасные Написал Кто Не Знает Он Получил Нобелевскую Премию Когда А Наше Правительство Его не Выпустило Ее Получать Но Он Лауреат Домбельской Премии Официально Борис Пастернак Да Арина Петербургская Пишет Не Надо Забывать Каждый День С Вами Так Что Сегодня Праздник Предпраздничный День Мы Всех Наших Женщин Поздравляем Так Кто Позже Подошел Поздравляем Тоже С 8 Марта Буквами Пожалуйста Капсом Пишите Друзья Я постараюсь Вам Рассказать Так Мила Фиорини Здравствуйте Вы Из Италии Солнечной Спасибо Что Пришли Мира Фиорини С 8 Марта Вас Поздравляем Анонимус Мимус Накануне Праздника Предлагаю Вспомнить Женскую Группу Эльвиры Шатаевой Анонимус Мимус Ну что Вам Сказать Про эту Группу Девочки Шли Чтобы Достижения Установить Подняться Женской Командой На пик Ленина К сожалению Погода Не благоприятствовала Ошиблись Погоды Очень сильно Причем Синоптики Давали Прогнозы Сначала Одни Прогноз Потом Дали Получший Прогноз Девочки Пошли Вверх Были В базовом Лагере Вроде Погода Была Неплохая Руководитель По рации То есть Предложил Решайте Сами Идете Дальше С базового Лагеря Нет Ленина Шатаева Сказала Мы Все Таки Пойдем Они Пошли Туда На Пик Все Поднялись Рекорд Был Зафиксирован То есть Были На Пике Стала Портиться Погода Причем Резко Сразу То есть Видимость Упала Ну И Тут Естественно Тут Так Получилось Что Произошла Просто Ошибка Когда Видимость Упала Надо Было Сразу Идти Вниз Несмотря Ни На Что Я Слушал Эти Переговоры Эльвира Шатаева Они Записаны Что Она Говорила Со Штабом Операции Она Она Сказала Видимость Упала Мы Здесь Будем Ночевать Вниз Не Пойдем Ну Считаю Что Это Была Фатальная Ошибка Эльвира То есть Она Отвечала За Группу Она Она Совершила Фатальную Ошибку Остались Ночевать Ветер Увеличился Ураган Нашел Они В палатке Легли В палатке Спать Ну А Что Утром Началось Утром Просто Начался Ураган То есть Видимость От слова Совсем Пропала И В этот Ураган Они Попытались Спуститься Сначала Унесло Одну Палатку Потом Порвало Вторую В клочья Одна Из Одна Из Группы Упала Ногу Сильно Зашибала Пришлось Ее Уживолочь Кое Как На ощупь Пошли Просто Не знаю Куда Шли Шли Вниз Не знаю Куда Нашли Углубление Какое-то Там Остались Давай Опять С ними Связываться Штаб Операции Спросил Вам Нужна Помощь Она Сказала Нет Мы Сейчас Дождемся Ветер Утихнет И дальше Пойдем А Ветер Не утих Ураган На много Дней Зарядил Порвал Последнюю Палатку То есть Укрываться Нечем Вообще Было Хотели Вырыть Укрытие Снегу Снега Было Мало Скалы Были Спрятаться Было Негде Начали Умирать По По Одной Вот Так Это Было Да Александра Мацигора Члена Группы Елена Базыкина Через 31 Год Нашли Труп В снегу Есть Такое То есть Все Случилось Из-за Неправильной Оценки Погодных Условий То есть Прогнозы Были В принципе У нас ЖК Говорят Синоптики На 3 Дня Предсказывают Больше Не могут А иногда На 1 День Но Эльвира Шатаева Посчитала Что Они Могут Ее Ошибка Была Когда Они Зафиксировали Рекорд Надо Было Сразу Уходить Вниз А Не Ночевать Там Вот Эта Трагическая Ошибка Ночевка Недалеко От вершины Пика Ленина Грубо говоря Убила Всю группу То есть Это была Просто Трагическая Ошибка Но Опять же Решение Вы же знаете В альпинизме Принимается Коллегиально Там Не командир А идет Голосование Видимо Проголосовали За ночевку Поэтому Тут Все На нее Валить Тоже Как бы Не стоит Но Ошибка Была Тем не менее Это Можно Понять Просто Переговоры Послушайте Есть Они В интернете Переговоры Послушайте Переговоры И сразу Было Можно Понять То есть Неправильная Оценка Погодных Условий Излишняя Самоуверенность Что мы Переночуем А дальше А завтра Может быть Лучше А лучше Не наступило Вот и все Ветер Был Настолько Ураганный Представляете Укрыт То есть Палатки Разорвал Как бумагу И унесло То есть Укрыться Было Вообще Нечем Да Арина Петербургская Имя Присвоили Вершинина По мере Я знаю Да Женская Команда Была 8 девчат Там У подножия Сейчас Пиколенина Памятник Стоит Барелье Фотографии Нанесены Имена И Есть Девушек В 74 Году Это было Ирина Королева Женская Команда Пошла На штурм Пика Ленина А Пик Ленина У нас Славится Совершенно Отвратительной Погодой То есть Место Расположения Вершины Там Всегда Всегда Ураганы То есть Тихо Там Вообще Не бывает И Очень Окно Тяжело Поймать Чтоб На этот Пик Зайти Он Не Слишком Высокий По сравнению С остальными Но Одна Из Высочайших Вершин Страны Но Тем Не Менее Погода Там Страшная Да Трудящийся Игорь Дятлов И Семен Золотарев Никогда Палатку На высоте 1079 Не поставили Потому Что Там Аэродинамическая Труба То есть Продуваемая Всеми Ветрами Скором Правильно Трудящийся Аналогию Перевел На группу Дятлова Совершенно Верно Они Не Ставили Там Палатку Потому Что Там Палатку Поставить Камиканзе Надо Быть На высоте 1079 Да Переоценили Усилия Девочки Скорее Все Они Проголосовали Она Мнение Спросила Девчонок Все Проголосовали Что Остаемся Ночевать Ну Остались Думали Что Утром Утихнет Ураган Ну Как Назло Ураган Там По-моему Неделю Длился Ну Не Утихло Утром Утром Обум Через Ураган То есть Вообще Ничего Не Видели Вот Михаил Козлов В чате Стихотворение Подарил Девочкам Хорошее Спасибо Миша Хорошее Стихотворение В день Весны Прекрасный Светлый Мы Хотим Вам Пожелать Радовать Нас Ежедневно Как Цветы Благоухать Идя По жизни Гордость Поднятой Головой Помните Что Мы Мужчины Любим Вас Вот Стих Миша Молодец Спасибо Хорошее Стихотворение Нашим Девочкам Да Вера Верочка Безрун Здравствуйте Николай Химич Спрашивает У Группы Дятлова Был прогноз Погоды На ближайшие Дни Николай Химич Скорее Всего Прогноза Не было Никакого Погоды Я Единственное Подозреваю Что Когда Они Были Вежая У Ремпель Ремпель Мог Примерно Им Дать Предположительные Прогнозы Но Точных Прогнозов У них Не было Нет Свидений Что Они На Метеостанцию Заходили Поэтому Прогноза Никакого Не было Михаил Козлов Только Что Придумал Хорошее Сихотворение Миша Может Тебе В поэтах Переквалифицироваться Да Вот Именно Что Как раз Когда Группа Шатаева Пошла Погода Резко Сменялась Они Поднялись Было Солнце Прекрасная Погода Ветра Не было Они Там Все Рекорд Зафиксировали Нормально Побыли На пике И резко Ураган Налетел И сразу Видимость Пропала То есть Мгновенно Погода Изменилась Да У Шатаева Не было Вариантов Ей надо было Только вниз Ити Но Надо было Вот Если бы Они сразу После восхождения Зафиксирования Рекорда Пошли вниз Они бы Все живы Остались Там даже 15 минут Было Промедление Смерти Подобно Они там Решили Переночевать Страшная Трагическая Ошибка Эльвира И команды Просто страшная Но Штаб Операции Тоже Не мог Приказать Потому что Решают Сами Альпинисты Тоже Александр Мацигоров У Дятлова Много вариантов Было Вы же Читали Дневники Когда Игорь Группа Пыталась Подняться Перевалить Перевал Безымянный Тогда Но там Настолько Был ветер Сильный Игорь Так и Написал Дневники Что Дует Как будто Самолет Взлетает И нам Пришлось Назад Спуститься И тогда Мы стали Думать Об устройстве Волобаза То есть Первый раз Дятлов Не смог Подняться Ветер Был ураганный Тоже И они Спустились Кауспе К лесу Лесополосе Естественно Под прикрытие леса Где нету ветра Где дрова есть И можно Обогреться Так Светлана Светлана Да Точно Там Я Я знаю Я знаю Где Пеклинина Находится Раньше Это был Советский Союз Поэтому Я говорю В нашей Стране Дальше Мацигора Поэтому Игорь Не поставил Дятлов Палатку На склоне Ее Поставили Сценировщики Причем Свою Палатку Где-то Из загашников Достали Старую Меньше По размерам Чуть Белоглазый Спрашивает Олег Вы материалист Или Вам Не к идеалистам Не к материалистам Я могу Разговаривать Разговаривать На любые темы Так Вероника Сова Добрый день Здравствуйте Спасибо Что пришли Анонимус Мнимус Есть переговоры Я их слушал Они Там вся речь Записана Что по радиостанции Говорила Эльвира Есть Полина Екатерина Оболаков С другом Сами решили Пошли Пить Беликова Так может За ними Просадили Англичане Беликова Потом Припугнули Полина Екатерина Я предполагаю Что какая-то Слежка Какая-то Слежка Наружное Наблюдение За Оболаковым Была С чьей стороны Не знаю Но слежка Была Самое Что интересно Беликов Дожил До нашего Времени Уже Наших Времен Так скажем И сын Оболакова С ним Встречался И спрашивал Как так Получилось Почему Мой отец Почему Отец Мой Умер Кто Его убил Беликов На своем Стоял Что они От бытового Газа Отравились Только Странно Отравились Они Мертвы Шесть Человек Квартире Все живы Интересно Отравились Конечно Так Александр Жупиков Ильдар Аскатович Его Напарник Дмитрий Киреев Бросил Одного На пути На перевал И уехал Александр Жупиков Ну там Непонятно Я бы так Не стал Говорить Что кто Кого-то Бросал Там У них Снегоход Сломался Не от Хорошей Жизни Такая Ситуация Сложилась Поэтому Вынуждены Были Вернуться То есть Действовали По ситуации Поэтому Так Строго Судить Я бы Не стал Люди На месте Решают Сейчас Ильдар Аскатович Вернется Расскажет Все Как Было Послушаем Так Добрый День Олег Васильев Добрый День Девчонки Вчера Аскатович Саняма В прямом Эфире Да Олег Я вас Услышал Понял Да Александр Там Никто Никого Не бросал Жупиков Тут Просто Надо Разбираться Так Голословно Пока Не надо Не надо Заявлять Норма Семен Время Назывался Там Тоже Получилось Пошло Пять Человек Двое Погибли В пути Потом Третий Трое Вышли Трое 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 Детектор К нему Подключили Он Начал Говорить А ведущий Могу А вы С нами Неправдивы Почему Вы Скрываете Потом Я Буду Про Ванси Рассказывать Про Их Семейство Анямов Непосредственно Я вам Покажу Фотографии У меня Детские Есть Как В детстве Валерий Анямов Возле Юрты Бегает В 75 Году Он Родился Валерий Анямов Про Киреева Ничего Не скажу Льдар Расскажет Там Как Было Мы Не Знаем Да Александр Мацигора Версия Строления Газа Была Ксиомой Вплоть До Конца СССР Да Правильно Марина Дубна Я С вами Согласен В дороге Всякое Может Быть Не Забывать Это Зима Такие Условия Техника Ломается Что Снегоход Сломался Это Обычное Дело Все Ломается Арена Арена Петербургская Но мы Мы узнаем Льдар Вернется 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 Места То есть они немножко в стороне кто-то раз шли до этого, в 58-м году зимой. Отставить в 57-м, извините, да, в 57-м. Нина Омонова, здравствуйте, Нина. Да, Арина Петербургская, Павел вам про другой канал говорил. Да, Александр Жубиков, этот канал, пожалуйста, не упоминайте здесь вообще. Я ваше сообщение удалил, поэтому. Олег Васильев, что-нибудь знаете о вертолётных приборах? Нет, Олег Васильев, здесь мы это обсуждать не будем. Так, Александр Кочкарёв, вы написали маленькими буквами, напишите крупными капсулами. Вы спрашивали, Манси и Ханты совершенно разные люди. Да, это два разных народа. И духи у них разные. То есть и там, и там шаманизм, но духи у них разные. Ирина Королёва хороший вопрос задаёт. Как вы думаете, считаете, есть ли смысл брать интервью современных Манси о трагедии дятловцев? Ирина Королёва, смысла никакого нет в современном интервью. Потому что это было давно, они многого не знали, много им не рассказали, поэтому смысла брать интервью нет. Потому что любой человек ответит, что мой прадед хороший, великий, прекрасный человек был и так далее. На одной из фоток на дереве надпись со знаками Манси и год 1958. А, ну вы о катпасе имеете в виду? Это катпас, знаки Манси на дереве вырубались, потом чернились. Что это может означать? Ну, это означает, что в 1958 году здесь охота была в этом месте. Вот и всё, поэтому катпас через год сохранился. Арина Петербургская спрашивает. Мне интересно было бы послушать манускрипт Войнича, послушать вашу версию. Арина, я вас услышал, я понял, про что вы говорите. Можем мы это обсудить потом со временем. Так, Водолей спрашивает. Олег, в следующий раз расскажите о Динриде, удивительной жизни этого человека и загадочной смерти. Водолей, я о Динриде, в принципе, могу и без подготовки рассказать. Это был хороший певец, друг Советского Союза, ездил к нам в концерты, давал. А смерть, да, удивительно, утонул на озере. Хотя он прекрасно плавал, лодка оказалась пустая. Там, скорее всего, тоже спецслужбы поработали. Он был большой друг Советского Союза, а там не ФРГ службы работали. Скорее всего, его убрали, я так подозреваю. Он к нам на фестиваль молодежи студентов приезжал в Москву, друг Советского Союза, певец был. Ну, если вы хотите поговорить, будем, будем разговаривать о Динриде, пожалуйста. Арсений Осипов спрашивает. Скажите, в бансе проводили после убийства обряд очищения Турумкана? Арсений Осипов. Я подозреваю, что они проводили этот обряд. Но, естественно, это обряд сокровенный, никто на нем не был, никто не знает, как он проходит. Но я думаю, обряд они провели. Вот мне часто задают вопрос в комментариях, сейчас я немножко отступление сделаю, все-таки вы про Турумкан. Понимаете, Турумкан это была тайна Манси, это святилище высшего уровня. Нигде о нем, тем более, запрещено было русским, как они нас называли, русским рассказывать. Никогда они об этом не рассказывали, понимаете. Даже когда их допрашивали, вот задержали охотников в Манси, они все твердили, что никакого святилища нет, ничего нет, ничего не знаем. Ни один не признался, не сказал ничего. То есть об этом запрещено, это тщательно скрываемая тайна была народа Манси. Это святилище высшего уровня, понимаете. То есть рассказать о нем это табу, это самого Манси могли за это казнить. Поэтому они все молчали, закон о мертве, молчане, как в Италии, у мафии. Поэтому никогда бы они об этом не сказали. Николай Химович спрашивает, о диких остяках что-то известно? Кто такие, где жили, куда девались? Николай Химович, я изучал этот вопрос, дикие остяки, это как бы небольшая народность, типа отколовшиеся от хантов, там сами по себе жили, но нет никакого подтверждения, что они были в то время в этом месте. Это не более чем легенда. То есть, когда допрашивали задержанных Манси, они просто на остяков все, стрелы, называется стрелы перевели, как сейчас жаргонно бы сказали, понимаете. Вот и все. То есть это не более чем сказка. О пяти диких остяках. Байка так называемая, чтобы отвести от себя подозрения. То есть свалили на остяков диких, вот ищите эти пятерых, ищи свищи ветра в поле, как говорится. Да, Мария, они будут, естественно, защищать своих дедов, прадедов, никогда они об этом не скажут. Они, на крайний случай, скажут, что мы не знаем об этом, вот и все. Поэтому брать интервью у современных смысла нет. Это интервью ничего не даст нам. Так, Слава Карельский, мое уважение. Спасибо, Слава, спасибо. Так, Светлана Иванова спрашивает, Олег, вам интересна тема гибели Есенина? Светлана Иванова, мне интересна эта тема, но дело в том, что я эту тему узнаю, вот иду, я изучал это дело, поэтому ничего неизвестного там об убийстве в гостинице Аглитер для меня нет. То есть Есенина и Сергея явно убили в гостинице, избили перед этим, еще и подвесили потом, вот и все. То есть там однозначно убийство. Но боюсь, что спустя столько лет там даже нет подозреваемых, к сожалению. Миссис Китти, мне тоже про манускрипт Войничий интересно, есть ли разгадка. Миссис Китти, я понял, Арина Петербургская предложила, поговорим мы об этом. Не сегодня, но поговорим. Про Тунгусскую принцессу тоже интересно знаю, да. Так, Антонина Христюк, позже подошла Антонина, с праздником вас, 8 марта наступающим. Сейчас я для вас сделаю на экране картинку, посмотрите, пожалуйста. Так, для Антонина Христюк, вот Антонина Христюк, с 8 марта вас поздравляем международным женским днем. Ну и всех остальных, просто Антонина Христюк опоздала, стихотворение не слышала. Но в конце будет сюрприз послушать, тоже интересно. Да, в записи, Антонина, посмотрите, в записи. Арина Петербургская, я уже сказал, что там информация об охоте. Это катпа, катпа, знаки манси, они на дереве делали. Так, кто еще спрашивает? Владимир Головин. К сожалению, у дятловцев не было оружия, ни мелкашки, ничего. У них только были простые перочинные ножи и финские ножи, две финки были. Одна финка у Кривонищенко была, вторая была у Рустема. Ну и у Саши Колеватова нож такой большой. Его причисляют к финкам, но я посмотрел, до финки он не дотягивает. Он больше как бы бытовой нож. А огнестрельного оружия не было у них. Ну, два топора было. Лидоруб был у Семена. В рюкзаке за спиной торчит его, видно. Не было оружия у ребят. Если было бы оружие у ребят, я подозреваю, что счет бы при нападении был бы другой в убийстве. Трудящийся спрашивает, Олег, как можно ли объяснить, как действует вермутский треугольник? Это природное явление или придумано? Трудящийся все-таки это природное явление. Все ученые об этом уже понимают это все-таки. Точное, конечно, определения нет, но там все приборы ведут себя, перестают почти все приборы работать и так далее. То есть там какое-то излучение, то ли электромагнитное, то ли еще какое-то. Там природное явление именно сосредоточение в этом месте. То есть где-то на дне, в каких-то породах, находится что-то, что влияет на излучение. Портит все приборы и все остальное. Именно техногенного характера. То есть выходит из строя все и двигатели и так далее, и компасы, все приборы, и часы и так далее. Поленова Екатерина. Я бы хотел бы понять, за что убили Михаила Круга, может быть, в дальнейшем. Поленова Екатерина. Михаила Круга дело общеизвестное. Год назад все это было показано. То есть ходил один из подозреваемых, который там был, и рассказывал, как они напали. Там чисто ограбление было. То есть богатый дом, понимали, что есть деньги, залезли. И убили. То есть один из убийц живой, Асеев, по-моему, не фамилия, отбывает пожизненное заключение. Вот он-то точно показал, где они действовали. Его показания совпали, действительно. Там было банальное ограбление. То есть никто не мстил Кругу, никому не надо было. То есть Михаил Круг оказал сопротивление, естественно. Те открыли огонь. И убили его. Светлана Ефимова, привет, запоздала Питер. Ничего страшного, Светлана Ефимова, потом посмотрите еще. Татьяна Амирина. На Томире проживает мало, есть малочисленная народность. Кетто, они очень похожи на манси. Татьяна Амирина. Ну, насчет кета я немножко, как бы, вряд ли они там. Там есть Ганасане, самая маленькая народность, одна из самых маленьких. Вот они, может быть, похожи. Но кетто, если вы о Ганасане говорите, то да. У них похоже очень. Просто я там был и в тундре ездил на упряжке оленей. В поселках у них был, в юрте был. Как бы, имею представление. Водолей спрашивает, криминальный вопрос, Деда Хасана точно убили, или это была инсценировка на весь мир? Водолей, инсценировка здесь не была нужна. Деда Хасана действительно убили. Не такой он человек, чтобы инсценировку устраивать из-за этого весь сербур. Так, Беларусь, поясните, что за дело, пожалуйста. С расшифровкой небольшой. Арина Петербургская. Супруге Круга не за что было его убивать. Это уже придумки. Наталья Беспалова. Олег, интересно было бы узнать настоящую историю Молодой Гвардии. Наталья Беспалова. Настоящая история Молодой Гвардии описана. Есть книжка выпущенная. Там все это есть. То есть не Фадеева Молодая Гвардия, а настоящая. Действительно, в Краснодоне была группа подпольщиков. В Краснодоне и в поселке Первомайском. Они листовки расклеивали. Помогали молодым, кого забирали в Германию, избежать этого. Документы для них делали. Радиостанция была. У них сводки в своем фонд-бюро слушали. Печатали до машинки и расклеивали. Это было. А выдал их предатель Геннадий Подцепцев. Его фамилия. Он жил с отчимом. И Геннадий Подцепцев дружил с Евгением Машковым. И когда ребята на немецкую машину напали с новогодними подарками, там украли сигареты, там еще что-то. Женя, там еще Иван Земнухов поделился с Подцепцевым сигаретами. Тот домой принес этот ящик этих сигарет, приволок. А его отчим увидел и побежал в полицию, доложил. Схватили этого Подцепцева. Он просто отчим сам в полицию его привел. А тот всех сдал в поселке Первомайском. Ивана Земнухова, Игоря Третьяковича и так далее. Всех златошили. А потом стали узнавать, кто с кем учился, кто с кем дружил. И по цепочке всех схватили. То есть совершенно погибли по совершенной случайности. Организация была разгромлена. Ну, этот выдал всех, естественно. Его первого взяли. Тот всех сдал. Да, Антонина Хрисюк, вот такая открытка. Так, а сейчас еще мы одну сделаем. Все для вас, ваш праздник сегодня. Так, секунду, мы его сейчас. А, вы про то есть на человека из Амиртона, Татьяна Петук. Я понял вас. Хорошо, будем рассматривать это дело. Теперь я понял, про что вы. Из Амиртона, если правильно. Да, я понял. Так, Ольга Домбровская. Душевный канал у вас. Спасибо, приятно. Спасибо, Ольга. Сегодня у нас на свободной теме. То есть задавайте вопросы. Обсуждаем различные аспекты. Дмитрий Сергеев спрашивает. Здравствуйте, Дмитрий Сергеев. Представили, куда бы вы в первую очередь слетали на машине времени? Ну, интересный вопрос. Куда бы я в первую очередь слетал? Я во многие места бы хотел слетать на машине на время. Сначала бы, естественно, я бы слетал во время группы Дятлова на этапе их подготовки похода. Туда бы, естественно, полетел. Ну, а дальше посмотреть надо. Меня много что интересует. Меня интересует история Египта, индейцы майя, ацтеки. Много что интересного. Цивилизация Атлантов, погибшая Атлантида. Очень бы интересно было посмотреть. 14 тысяч лет назад, как Платон рассказывал. Много интересного, что можно было бы слетать и посмотреть, вернуться. Так, друзья, сейчас я секундочку чат посмотрю. Тут еще вопросы. Да, беларусь, я понял, про какую вы историю говорите. Теперь понятно. На пляже Австралии он был найден. Да, там ни документов, ничего не было. Арина Петербургская. Я вас понял, но жена круга его не убивала. Ей незачем это было делать. Понимаете? Вот и все. Так, приветствую Олег. Ольга Данилишина опоздала. Интересует тема гибели Сергея Бодрова. Можете что-то сказать? Ольга Данилишина. Ну, что я могу сказать? Там единственная, да, природная катастрофа, опять же. То есть, сошел страшнейший оползень, который раз там в 12 лет сходит. А укрыться там физически некуда. А у группы Бодрова не было вертолетов, понимаете? Так получилось, что они в долине находились. Долина – это самый низ. А оползень сверху шел. И как шел, так и снес всю группу. То есть, укрыться там физически было не было. Поэтому все погибли. В том числе и Сергей Бодров. Да, Александр Мацегора. Пытки гибели молодой гвардии просто ужасные. Я вот читал эту книгу, да? Эта книга на основе документальных событий. То есть, из зала суда. Когда-то предатели судили, как там молодогвардейцы впытались. Страшное дело. Я даже в эфире об этих пытках сейчас не буду рассказывать. Потому что по правилам Ютуба такие ужасы закроют сразу. Да, слова у него там «Ашут» были в записке «Беларусь». Я вспомню, теперь я помню. Откуда взяли информацию о драке с пастухами? Админ Админов. Информация о драке с пастухами из того существует, что у ребят на кулаках остались следы. И у Колеватова повреждение под коленом ноги. Повязку пришлось одеть. То есть, драка в любом случае была. А кроме Шешкина и Анямова младшего, там из пастухов никого не было. Они пасли оленей прямо рядом совсем, мимо шли, вели стадо. Поэтому в любом случае они должны были встретиться с зятловцами. Кстати, этот Шешкин был потом задержан и допрашивался. А Анямов пропал. Вот интересно, да? Медведь задрал. Который спят в феврале все. Поэтому драка в любом случае была. Да, леса в законе. Я знаю. Выступление поменяли, и он домой поехал. Там просто ограбление дома было. Говорит, что убила жена круга, это просто сказки. Если бы жена круга его убила, она давно бы сидела в наручниках и давным сроком получила. Не такая уж она опытная преступница, чтобы все следы скрыть. Поэтому. Убийца действительно просто банальное ограбление. Они думали, что круг будет на концерте, и полезли в дом. Там было что взять. Поэтому жена не стала бы его убивать. Так, секунду, сейчас посмотрим. Друзья, извините, сейчас посмотрю. Так. Владимир Головин. Спасибо большое. Очень интересно. Мне кажется, эксгумация могла бы ответить на многие вопросы и поставить точку. Владимир Головин. Совершенно с вами согласен. Я уже несколько лет бьюсь над этим вопросом. То есть всех пытаюсь убедить. Многих. Что действительно эксгумация нужна. Здесь обязательно в любом случае. Эксгумация ответит на 98% всех вопросов. Об этом же, кстати, говорит Эльдар Аскатович. Мы с ними совершенно солидарны. То есть он говорит то же самое. Нет, Александр Жупиков. Семен Золотарев шел в поход, чтобы получить звание мастера спорта. И стать либо руководителем турбазы, либо тренером каким-то. Вот и все. Соответственно, с более высокой зарплатой. То есть он решил идти по спортивной линии работать. Ему нужен был поход третьей категории сложности зимней. У него его не было. Брат Семена Золотарева пропал бездить в 43-м году. Вадим Милюдин, привет с МИАСом. Вадим, здравствуйте. Хороший город МИАС. Вадим, зря вы так говорите. Такой экипировки. Нормально для того времени у них была оптимальная экипировка. То есть штормовки. А телогреки они несли притороченные к рюкзакам. В мороз одевали телогреки. Есть фотография, так называемый совет, где они совещаются с Золотаревым, с Игорем. И Колеватов слева стоит, когда уже метель началась. Там они уже под штормовки одели фуфайки сверху. Поэтому и шапки были теплые, и валенки. Поэтому нормальная была экипировка у них. Вы просто сегодняшний сравните экипировку, но это некорректно, наверное. Для 59-го года у них была нормальная экипировка. Единственное, у них не было спальных мешков. Да, это как бы все признают, что... То ли им не дали, то ли они не взяли. Я не знаю. Ну, спальных мешков не было. Но, видимо, не предполагались они. Да, Надежда Чупахина, спасибо вам. Сейчас мы еще открыточку поменяем для наших женщин. Пожалуйста. Эти тюльпанчики для вас. Так, Сайбер Системс, всем привет. Приветствую, Сайбер вас. Вадим Милютин. История славян тоже интересная. Всем же известно, да, что древний там пришел князь Рюрик, основал государство, так вот первое. Пришедшие. Тоже времена интересные были. А потом пошли от них Рюриковича. Так, Сайбер Системс, да. Владимир Головин. А про Влада Листьева вам известно, кто его убил? Владимир Головин. Есть сведения, что киллер, который убил Влада Листьева, давно уже мертвый. И по всем прикидкам заказал Листьева Борис Березовский. Так, Ева Карачевская подошла. Здравствуйте, Олег. Так, здравствуйте, Ева. С праздником вас, с наступающим. А вот Михаил Козлов стихотворение написал. Девочки, прочитайте в чате. Арена Петербургская. Да не надо было ей Ирине Крукову творчество захватывать, понимаете. Она при живом мужа жила в шоколаде. Вот и все. Резать курицу, на которой несет золотые яйца, зачем было? Нет ни одного, даже мелкого фактика, подтверждающего эту гипотезу. Она давно была бы арестована, если бы она его... Если бы она задумала его убийство. Марина Добрина, там нельзя было стрелять в ущелье, они стреляли во время съемок. Я про Бодрова. Марина Добрина, во-первых, стреляли они или нет, нам неизвестно. Поэтому... И не факт, что от выстрела мог оползить сойти. Вот и все. Вы не забывайте, оползить это не лавина. Это лавины могут от звука там, да. Артиллерийские снарядами обстреливают часто пред горе, чтобы лавины сошли. А это оползень, он не зависит. Стреляй, хоть застреляйся. Явление природного характера. Раз и пошел. Там большая скорость, они убежать не могли, даже на машине не могли уехать. Понимаете? То есть мгновенно долину засыпало этим льдом с водой, с камнями перемешанными. Они могли спастись, если бы в одном случае, если бы у них в долине вертолет стоял. Там сколько человек уцепилось, там успели бы ездить. Но группа была большая, поэтому в любом случае все бы не спаслись. Так, Николай Ахимович интересный вопрос задает. Сейчас мы о нем поговорим. Телепортация возможна или это миф, или мы еще не дошли до такого уровня науки? Николай Ахимович, смотрите, я вам расскажу сейчас. Ну, вам и всем зрителям отвечу на этот вопрос. Телепортация, в принципе, то есть ученые доказывают, она возможна. Но на телепортацию очень нужна для восстановления клеток очень большая энергия. То есть все атомные станции, ГЭС и так далее собрать в кучу. То есть пока на сегодня, на данном уровне развития науки, нужна очень большая энергия, чтобы телепортировать какое-то тело по атомам, по молекулам разложить и в другом месте восстановить. Но, смотрите, вот все знают об большом андроидном коллайдере. Он же не просто так сделан, а именно ученые с помощью коллайдера выходят на новые основы науки. То есть они пытаются с помощью коллайдера выйти на другой уровень. И вот кто слышал, что с помощью коллайдера был открыт так называемый бозон Хиггса? Слышали, наверное? Ну, бозон Хиггса, бозон Хиггса, да, там ученые премии свои получили, я не помню даже, на Нобелевску кого-то выдвигали. А что нам дает бозон Хиггса? А бозон Хиггса нам дает человечеству, что с помощью вот этого бозона, если мы это сможем, пока он только в коллайдере, если мы его сможем управлять им, можно будет человечеству многократно повысить свои физические силы. Поясняю, не нужны тогда не будут ни краны различные, вот эти строительные, портальные и так далее. И сам человек с помощью бозона сможет поднимать страшные тяжести. Ну, грубо говоря, вот пирамиду Хеопса строили, да, там блоки 20 тонн, 40 тонн. Грубо говоря, человек сможет одной рукой этот блок поднять и спокойно положить, понимаете? Вот что нам дает бозон Хиггса, так называемый. То есть человек сможет руками поднимать страшные тяжести, совершенно не подвергая опасности свой скелет природный. То есть бозон Хиггса полезен для чего? Для перемещения огромных масс чего-либо. Но этому еще надо просто научиться. Но бозон Хиггса открыли, он существует. Просто он какое-то время еще недолго. То есть надо сначала заставить его, чтобы он, срок жизни этого бозона подольше был, а потом придумать, как его использовать именно в механизмах. Телепортация возможна, но пока на нее очень нужной энергии много. То есть все электростанции надо в кучу собрать, чтобы переместить какое-то тело и там его восстановить. То есть физически это сделать можно. Практически пока тяжело на данном уровне науки. А кто знает, после бозона Хиггса, может, еще что-то найдет. Поэтому большой адронный коллайдер для науки хорошая штука. Так, друзья, давайте. Ирина Девяткина, что вы думаете об эффекте МНДО? Ирина Девяткина, я знаю, что существует этот эффект, но тут трудно сказать. Правда это или нет, тут сложно сказать. Лена Ткаченко, а новый фильм «Молдая гвардия правдивый художественный»? Нет, Лена Ткаченко, новый художественный фильм «Молдая гвардия» также поставлен, как вы сами написали, сколько, художественный. Слово художественный подразумевает фантазии художника. То есть художник отвечает, я так это вижу. Его спрашивают, а почему вы извратили события? Он отвечает, а я это так вижу. Вот здесь то же самое с «Молдой гвардией». Да, чуть-чуть белоглазая политика, и мы не занимаемся. От слова совсем. Так, Санек Орловский, всем привет, Орел на связи. Санек Орловский, здравствуйте, спасибо, что пришли. Да, Михаил Козлов у нас талантливый человек. Так, Ольга Зарова, здравствуйте. Всех женщин на сайте с наступающим. Да, женским днем присоединяюсь, Ольга Зарова, к вашим словам. Всех женщин с 8 марта поздравляем с наступающим. Конечно же, всем желаем всего. Вот для вас открыточка на экране, посмотрите, пожалуйста. Сегодня мы вас поздравляем. Арина Петербургская. А кто вам говорил, что у нее муж нелюбимый был? Согласны со мной? Мы же свечку не держали. Любимый у нее круг был муж или нелюбимый, мы же не знаем об этом. Мы, давайте по факту говорить. То есть, надо всегда смотреть по факту. Нету никаких данных, что Ирина Круг заказала Михаила Круга. Вот и все. А придумывать сказки, ну, извините, несерьезно это. Виктор Кривнышкин, вот вы головину предлагаете эксгумацию на захоронение ваших близких. Но это некорректно немножко вы ему говорите, чтобы он примерил. Он просто говорит об эксгумации, понимаете? Он же не говорит, что это решенное дело. Человек рассуждает, что эксгумация могла бы ответить на многие вопросы. Виктор Кривнышкин, я вам то же самое скажу. Поэтому я ваш пост удаляю, считаю его некорректным. В отношении Головина вы неправильно написали, а так нельзя писать. Человек рассуждает просто и правильно рассуждает. С точки зрения криминалистики, эксгумация поможет ответить на 98% вопросов. Я тоже об этом говорю. И не только я. Ирина Королева, международная ненавистью манцы с 1939 года, после их восстания, Валерий Анямов сказал, что их много пострадало. Ирина Королева, я вас поправлю, не с 1939 года. Восстание было, Казымское восстание знаменитое в 1936 году, не в 1939. Давайте все-таки придерживаться точных дат. А что их немало пострадало, я с вами согласен. Так, Татьяна Афанасьева, здравствуйте, с праздником вас. Марина Дорьевна, я сказал уже, что Влада Листьева по заказу Березовского убили. Вы повторяйте то, что я сказал. Спасибо вам. Виктор Клиночкин пишет. Нарушать целостность мемориала, какое у вас право? Виктор Клиночкин. А никто не нарушает мемориал, это сами родственники должны принять решение. Вот и все. Виктор Клиночкин отправляется на скамейку штрафников на 5 минут, на скамейку. За свои посты некорректные. Потому что он говорит то, что никто еще не сделал. И человек от себя начинает придумывать. 5 минут вы будете на скамейке штрафников, Виктор Клиночкин. Таковы правила. Арина Петербургская, проследите за Виктором Клиночкиным. Я его на 5 минут на скамейку штрафников отправил. Он пытался на головина напасть на нашего подписчика. Ирина Девяткина, если честно, 8 марта меня коробит. Ирина Девяткина, а почему вас коробит? Хороший весенний праздник женский, международный женский день. И не надо писать, что свободных немецких женщин. Это всех женщин из мира праздник. Почему нет? Вот домовенок справедливый подошел. Юра, здравствуй. Надя Фисовец. Много читала о гибели брата Игоря Талькова. Хотелось бы услышать ваше мнение. Надя Фисовец. Там это несчастный случай, не более того. То есть здесь криминалы вообще не усматриваются. в гибели его брата. Если Игоря Талькова действительно из пистолета застрелили, то здесь ничего нет необычного. Знаю это дело, читал про это, смотрел. Как исследователь я не вижу криминала там никакого особого. Так, Ольга Азарова спрашивает, Олег, а если мансик, который погиб, как заявили, что его медведь задрал, вовсе не погиб, а спрятался где-то на аншибе, есть такие места, где охотники проводят, не охотясь, никто не проверит. Ольга Азарова, понимаете, если бы он спрятался, в любом случае потом бы он проявился как-то. Он не мог всю жизнь прятаться, сидеть, понимаете. То есть Андрей Анямов младший, 39-го года рождения, вообще исчез. То есть был убит, естественно, в драке. А заявленко, его задрал медведь. Его мать заявила в милиции Маркову Анямову. Что самое интересное, друзья, хочу рассказать вам. Когда задержали тех манси, допрашивали его в милиции, ну там Каратаев допрашивал их и все. Их спрашивают, где Андрей Анямов младший тех. Да вот его медведь задрал, труп разадрал, мы ничего не знаем. И спокойно все, и следователь дальше не спрашивал. То есть дальше никаких расследований, ничего не велось. Ну задрал медведь, задрал медведь, записали и все. Странно вообще-то. То есть ушел на охоту вместе с ними, но не вернулся, нету его. Все, человека вычеркнули. Марина Добрина, но Тесла ведь мог управлять энергией. Марина Добрина, это гипотеза, что Тесла мог управлять энергией. То есть доказательств этому нету, понимаете. То есть есть, существуют опыты его проходил, которые он проводил. Передавал на небольшое расстояние у него получалось. Но чтобы точно это у него вышло как изобретение, то есть он не успел, скажу проще, он не успел зарегистрировать свое изобретение по передаче энергии на сверхдальние и сверхдальние расстояния. Вот и все. Но такие работы он проводил, это вообще известно. Да, в Бадумское убийство в Финляндии в 60-м году убиты три совершенно юных людей. В настоящее время провели исследование ДНК преступления, реабилитируя нескольких подозреваемых людей. Да, Милофи, вполне может такое быть. Показали реабилитировано, сказал, что было очень трудно жить с таким грузом. Милофи, ну естественно, жить с таким грузом очень трудно. Но дело в том, что убийцы дятлоса все мертвы, понимаете. Поэтому я не думаю, что они с большим особым грузом жили. Поэтому здесь... Так, друзья, секунду, сейчас, чтобы на все вопросы ответить. Капсом пишите, пожалуйста. Водолей спрашивает, а во сне иногда бывает такой летишь? Нет, а видишь, был здесь. Это я кратко. Но это видения ночные у многих могут во сне быть. Почему? Может и такое быть, Водолей. Да, Павел Чунаков, спасибо. Вопросы капсом пишите, вы пишите мелкими буквами. Я не успеваю, не все увидите. Чат очень большой, очень зрителей много. Поленова Екатерина спрашивает, а путешествовать во времени возможно? Поленова Екатерина, я думаю, что со временем человечество этому научится. Я думаю, возможно. Я даже верю в это. И в телепортацию верю, что будет. И во времени мы научимся путешествовать. Понимаете, победив время, освоив время, мы сможем перемещаться в другие миры, в другие галактики. То есть, если сейчас нам нужны 50, 100, 150 световых лет, чтобы, допустим, в ту же Андромеду или на Бетельгейзе слетать, если мы откроем новые законы, мы сможем это делать гораздо проще и быстрее. Всего лишь надо победить время, освоить закон новый. Как это сделать, пока не ясно. Ну вот открытый, я еще раз повторюсь, открытый бозон Хиггса позволяет человечеству шагнуть на новый уровень. То есть, перемещать очень сверхтяжелые грузы на любые расстояния, не затрачивая практически никакой энергии. Это вот дает нам бозон Хиггса открытия. То есть, открытие величайшей современности. Я не знаю, почему многие недооценивают это, либо недопонимают. Это величайшее открытие, между прочим, бозон Хиггса. Так, чуть белоглазая спрашивает. Олег, что такое любовь? Ваше объясните понятие любви. Чуть белоглазая. Любовь – это умение прощать. И когда ты не можешь жить без этого человека ни секунды, ни минуты. Вот это и есть любовь. Анонимус, мнимус. Простите, отходила ненадолго, может пропустила. Просили в прошлом стриме. Еще про Хамар Дабан рассказать, если можно. Анонимус, мнимус. Хорошо, давайте про Хамар Дабан. Значит, Хамар Дабан, кто не знает, это в Бурятии происходила. Группа Коровины, так называемая. То есть мастер спорта Людмила Коровина повела в поход в горах. Летний поход в августе месяце. Были там и подростки, и взрослые уже. Девушки, женщины. Несколько подростков. Потом получилось, что одна Валентина спустилась с этой горы, остальных нашли мертвыми. То есть там сердце остановилось, дыхание и так далее. Внешних признаков повреждения на трупах не было. Но, тем не менее, все умерли. И Людмила Коровина в том числе. Что хочу сказать. Спустя несколько лет было установлено, что Коровина подписалась, то есть заключила договор по сбору так называемого золотого корня. То есть там в горах произрастал золотой корень. Этот золотой корень как бы ценился, можно было продавать его, там различные болезни, лечил и так далее, лекарства. И она свою группу, ну они шли по маршруту, и она своей группе дала задание. Они этот золотой корень собирали. И на привале накануне трагедии она решила заварить этот корень. То есть он уже сил придавал, там лечебные свойства имел. Все об этом знали. И они решили просто в чай отвар сделать этого золотого корня. Но, к сожалению, вместе с золотым корнем, когда они собирали, туда попало растение из системы алканитов, так называемых. Там есть на А называется, я потом это посмотрю. Это растение страшно ядовитое, там симптомы сродни, то есть яду страшнейшему. То есть там остановка дыхательных центров и так далее. И вот это растение попало в отвар. Ну понятно, что отвар не отвар, какие-то свойства ядов убрали, все отвар пили. А Валентина Утаченко не стала пить его. Ну не хотела, видимо, накануне. Это вечером происходило, естественно, перед сном. Понятно, что ночью какие-то процессы шли в организме. С утра они очень рано встали, пошли дальше уже, то есть продолжили свое восхождение, уже шли именно на самой горе. Дошли до... Там знак стоял, астрономический. И в это время стал действовать этот яд, стало им плохо. То есть совершенно... Разум стал отказывать, стали биться о камни, падать, задыхаться. Первый вот парнишка там умер один, просто упал и умер. Август месяц, напоминаю, не холодно в принципе было, дождя не было тогда. Все были одеты. И стали все биться, умирать. И когда они стали умирать, Коровина поняла, что все-таки здесь какая-то трагическая случайность. И осталось с ними. А Валентину парнишка пихнул один, сказал беги. Почему-то они посчитали, что именно это место явилось этими симптомами, что у них случилось. И они крикнули беги. И вот Валентина с горы с этой побежала, сама не помню, там бродила, блудила сколько-то, наткнулась на других потом, на геологов каких-то там шли. А она в реке стирала футболку, они на лодках шли. Она им крикнула, руками махала. Подобрали они ее. Три дня, в общем, она блудила без еды там. Понятно, из речки, из ручьев пила, питалась ягодой. Так вот ее спасло то, что она не пила этот отвар, понимаете. Ну, не захотела, ей по вкусу не понравился, не пила. Все остальные, кто пил этот отвар, все умерли. То есть токсикология. Все симптомы, потом вот ученые оценивают, соответствуют именно отравлению. То есть здесь чистая токсикология. То есть произошел несчастный случай. А почему не обнародовали это дело, сейчас вам скажу, понимаете. Она же, она их не специально убивала, то есть умысла не было. Здесь просто трагическая случайность. Но если бы суд был, ее бы судили, если бы она жива, как неосторожное убийство, сами понимаете. А не забывайте, что у нее дочь осталась и так далее. И чтобы не тревожить родственников и так далее, чтобы на дочь там напрасно не возводили, не проклинали. Следствие сохранило это в тайне. Вот и все. То есть вскрытие было, вскрытие установило токсикологию, то есть отравление именно каким-то растением. Но не стали это обнародовать. Вот и все. То есть здесь чисто банальное отравление травами. То есть симптомы этого отравления соответствуют вот этой траве, которая случайно попала вместе со сбором золотого корня. Этот плахомар добану. То есть никакой там тайны дядлова нету и так далее. Там не было никого нефразвука, не было там оледенения и не было никакого там замерзания. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. А на немус-мнимус. Да, Полина Екатерина, первым делом я в 59-й год был, если была в машина времени. И дядлцев предупредил на этапе, когда они собирались в поход. Это да. Какие у вас данные, кроме признания? А никаких данных нет, Арина. Вот и все. Человек признался, он показывал, как стрелял, откуда стрелял. Экспертиза установила, да, стрельба была с этого места. То есть человек, вот смотрите, арена петербургская, если человек ни разу в этом доме не был, откуда он знал, откуда бы стреляли, расстояние указал точно, где они были с напарником. Я вам еще раз говорю, если бы его заказала, либо убила жена, ее бы давно бы слатошили, она бы сидела лет 15 уже. Такие преступления, такие преступления, если родственник убивает, раскрываются на раз, поверьте. Потому что первые подозреваемые всегда идут родные люди. Естественно, следствие его жену и его тещу просветило вот иду насквозь рентгеном. Там бы шел бы допрос третьей степени устрашения, на врагах бы поймали ее на противоречиях, и она бы сама призналась во всем. Что вы не знаете, как у нас допрашивать умеем? А тут именно в том-то и дело, что не было никаких оснований совершенно. Я подозреваю, понятно, что ее прослушивали, разговоры ее и так далее, следили за ней, но никаких оснований не было, то, что она мужа заказала либо сама бы убивала, тем более. Так, Ольга Якутия, всем добра, ваша версия по предателю молодой гвардии. Почему с трудом тянет на правду Ольга Якутия? Это не моя версия, это документальное следствие, есть следственное дело Геннадия Поцепцева. Как его очень притащил в полицию, Захарова, начальник полиции, я же и по именам их всех знаю, по фамилиям. И он признался и стал всех сдавать. Сдал всех первомайских, тех стали пытать, потом стали смотреть, с кем они дружат, и остальных стали хватать. Вот и все. То есть выходили на каждого по дружбе, собирали сведения, ты с кем тот дружил, с кем тот дружил. Вот и все. Почти всех похватали. Несколько человек успели убежать, естественно. Там Валя Борца успела скрыться, еще одна девушка. Они успели скрыться, они после войны жили, интервью давали. То есть несколько человек с молодой гвардией уцелело, которых не успели взять по домам, они в разбег пустились. Потому что Сергей Третьякович дал всем команду разбегаться. Когда узнал о первых арестах ребят с Первомайского поселка, он дал команду, все расходятся, бегите кто к линии фронта, кто к родным, в другие города прячьтесь. Все разбежались. Ну и по пути стали всех хватать. Любу Шевцову вровенько схватили, Олега Кашевого. А Сергея Тюленина вообще взяли на линии фронта. Он почти уже на нашей позиции перешел, повязали. Он уже немецкую траншею прошел, почти к нашим добирался. Поэтому это не моя версия. Существует документальное расследование. Почитайте, называется. Это было в Краснодоне. Выдал гвардию Геннадий Пацепцев вместе со своим отчимом, которых после Великой Отечественной судили и к вышке приговорили, расстреляли. Не успели они с немцами уйти. Их потом выловили после войны. Его отчима Громова, фамилия Громов, я же по фамилиям знаю всех, и к Пацепцеву. За предательство Родины обоих расстреляли. То есть убили молодую гвардию, это именно Пацепцев и отчим Громов. А погорели всего лишь на этих сигаретах. Новогодние подарки немцам привезли, они машину грабанули, ребята с Первомайской группы. То есть не забывайте, молодая гвардия состояла из нескольких групп. Группа была, поселка Первомайского, самого Краснодона, еще там входили ребята, то есть из нескольких районов. Основная, да, ячейка была в Краснодоне, там был Олег Кашевой, Сергей Тюленин, Виктор Третьякевич. Это руководитель, руководитель Молдой гвардии. А со стороны подпольного обкома ВКПБ Лютиков, коммунист, старый, курировал эту Золотую гвардию. Молдую гвардию, извините, оговорился. Так, Наталья Менченко, люблю тюльпаны. Да, тюльпаны красивые, мне тоже нравятся. Админ, Админов, дело не в том, что виновата, не виновата. Мы о другом сейчас говорим. Когда она была заинтересована, чтобы он был живой, понимаете, не нужен был ей мертвый Михаил Круг. Так, Николай Ахимович спрашивает, вечный двигатель возможен, чисто теоретически, я пробовал соорудить в детстве. Николай Ахимович, в принципе, как говорят ученые наши, в принципе, вечный двигатель возможен. В принципе, возможен. Но физически его сделать очень тяжело будет. Потому что даже для атомного реактора топливо нужно периодически менять. То есть, убирать старое, новое загружать. Поэтому, в принципе, но принципы есть вечного двигателя. Понимаете, вечный двигатель, нам природа сама, вот круговорот воды в природе, да, дождь выпадает, высыхает и далее, потом опять испарение поднимается, вот это уже вечный двигатель, понимаете. И так далее. Различные процессы в природе, это уже вечный двигатель. Просто, если бы человек научился этим управлять, вот это и будет вечный двигатель. Так, трудящийся спрашивает, Олег, существует ли в Антарктиде поселение немцев Третьего рейха, как вы считаете? Трудящийся. Были такие сведения, но никто эти поселения никогда не находил. Вот и все. Поэтому, трудно сказать. Я не скажу ни да, ни нет. То есть, я отрицать не буду, но и то, что они существуют, об этом неизвестно. То есть, немцы там что-то строили, пытались строить. Да, Арина Петербургская. Тут, понимаете, кому это выгодно? Он ей живой был нужен, понимаете, Круг. Когда он живой, она вообще в шоколаде жила. Понимаете, сейчас вот, да, она вынуждена на гастролях петь, там что-то суетиться. А когда он жил, она вообще, вообще, ну, могла ничем не заниматься. То есть, жить припеваючи. Поэтому, когда мы говорим, кому это выгодно, вот ей, первое, кому это вообще не выгодно, смерть Михаила Круга. От слов совсем. Да, Ольга Азарова, Олег, спасибо за поздравление, пожелания с праздником. Марина Гарибова, маленькими буковками написали. Марина, капсом пишите, большие буквы. Но я отвечу на ваш вопрос. Создание машины времени возможно? Я слышал, будто в Ватикане она есть. Марина Гарибова, я считаю, что со временем создашь человечество и такую машину. Но насчет Ватикана, я не знаю, вряд ли, наверное, все-таки. Если она, ну, нет, нет, еще принципы, человек еще время не смог победить, к сожалению. Пока это невозможно. Нету законов, физических никаких, чтобы мы могли время там оседлать, победить, приручить. я грубые слова употребляю, вы понимаете, да? Может быть, другое какое-то слово. Управлять, вот, управлять временем. Пока мы этого не умеем, к сожалению. Так, Романа, кто Б? Здравствуйте, были снегоходы в 59-м, какая-то другая техника? Романа, кто Б? Снегоходов, как таковых, не было в 59-м. Единственное, были так называемые аэросани. То есть, аэросани выпускала наша промышленность, они назывались НКЛ, то есть, на двух полозьях, будка кабина, впереди сидит водитель, и сзади 2-3 человека, и потом авиационный мотор с пропеллером в кожухе. НКЛ-14, я не помню цифру. В общем, аэросани НКЛ, можете в интернете посмотреть. В те времена, аэросани такие были. Они использовались в медицине, почтовой службе очень успешно, то есть, почтовики доставляли почту на аэросанях, и геологи пользовались этими аэросанями НКЛ. И самое главное, для чего эти аэросани были созданы, они были созданы для нашей советской армии. То есть, переброска в зимних условиях, где-то небольшого отделения пехоты, ну, не отделение, не важно, отставить, немножко неправильно. Для действия разведгрупп, то есть, аэросани могли передвигаться на большой скорости. Ну, представляете, там стоял движок авиационный сзади, да, снятый с самолета по два, У-2, так называемый, то есть, М-11, М-11. И он с пропеллером давал хорошую скорость аэросаням, то есть, они летели по снегу, вообще прекрасно. Представляете, то есть, это не снегоход, у него не нужны гусеницы, которые постоянно забиваются. У него просто полузи, фанера, или сверху металлом обшитый корпус, от ветрозащищающих. И сидят несколько человек, и мотор, и он топит, и топит аэросани, то есть, очень хороший транспорт, для севера именно имею в виду, для северных районов, прекрасный транспорт. И вот в 59-м году эти аэросани и НКЛ были. Так, Катерина Дубев, Олег, добрый день, рада вас видеть. Катерина, спасибо, с праздником вас, наступающим 8 марта, Катерина, спасибо, что пришли. Так, Александр Поляков задержался, ну, в записи посмотрите, Александр. Михаил Сихи сочиняет на ходу, молодец. Да, Александр Моцигора, Саша Ковалев, молодогвардеец, только не по дороге, там машины уже подъезжали к шахте, он выпрыгнул со связанными руками, и убежал, да. Ну, к сожалению, его судьба неизвестна, то есть, понятно, что он где-то потом развязался, но не забывайте, что он убежал в рубашке и в легких брюках, то есть, надо где-то было скрываться, там стреляли вслед ему, да, Александр Ковалев, молодогвардеец, он обладал нежужной силой, богатырь парень, высокий, был высокого роста, он ударил конвойного в машине ногами, руки были себя, выпрыгнул и убежал, да, стреляли, не нашли его. И вот две девочки, Валерия Борца и вторая, по-моему, Анна, они уцелели, то есть, успели уйти до арестов, после войны, они выступали на всяких, приглашали их на беседах, они рассказывали о ребятах, то есть, полностью о молодой гвардии, то есть, от этих девочек мы потом узнали. Да, Саша Ковалев сбежал, да, из машины выпрыгнул. Да, Ольга Якутия, я знаю об этом, я не стал рассказывать, я думаю, все об этом знают, что они были организованы по пятеркам, то есть, пятерка знала друг друга, только пять человек, но тем не менее, постепенно, почти все были арестованы, потому что, знаете, как брали, смотрели, кто кому в гости ходил, с кем общался, с кем учился, вот Иван Земнухов в клубе работал в радиоузле, там у него друзья все были, всех похватали вместе с Иваном, они оказали, как назло, как все молодогвардейцы оказались, то есть, понимаете, кто где работал, тех всех их схватили, то есть, целым коллективом, и вот, да, такая вот ирония, из-за каких-то сигарет, подарки они стащили с немецкой машины, и надо же было по Цепцеву отчему рассказать, отчим увидел сигареты, а отчим этот Громов советскую власть ненавидел очень сильно, он сразу в полицию потащил этого, ну и тот всех рассказал, всех сдал сразу ребят, вот в клубе он сразу Земнухова сдал, и остальных, и пошло-поехало, то есть, первого Ваню Земнухова арестовали, в очках такой парень был умный очень. Так, время это иллюзия, мы сейчас можем вернуться назад в своей памяти и придумать будущее. Вадим Ильюти, не исключено, может быть, это иллюзия, не спорю с вами. Вот Михаил Козлов стихотворение написал, почитайте в чате. Про Арину написал, Арина Петербургская, Миша про вас стихотворение написал, про модератора моего канала. Да, не Александр Анатолий, извините. Он сбежал, но судьба его неизвестна, он пропал без вести, возможно, пытался к фронту пройти, был убит, но пропал Ковалев. Дарья Петербургская, спасибо. Вчера каналу моему шесть месяцев исполнилось, кто не знал, всего шесть месяцев, или только шесть месяцев, или еще шесть месяцев. Светлана Ефимова, вы никогда не интересовались обстоятельствами смерти Виктора Цоя? Ну, почему не интересовался? Я изучал этот вопрос смерти Виктора Цоя. Но все-таки, как бы ни говорили, там, скорее всего, банальное ДТП. Я не знаю, почему у него руль пошел налево, он вывернул в лоб автобуса, но там банальное ДТП. Убивать его никому не надо было, смысла не было. Тормоза никто не подрезал. Он не был пристегнут, вот в чем дело. Справа на сиденье магнитофон лежал, кассетный играл. Может, отвлекся кассету поменять, либо звук прибавить, не суть. Но на такой дороге вот он прямо в лоб автобуса выскочил. Тут просто стечение обстоятельств, не более того. То есть подоплеки здесь никакой нет. Никому не нужно. Он певец был. Он не был же ни правозащитником, ни кем. Зачем ему кого-то убирать, убивать его? Тут чисто несчастный случай, просто ДТП. Трагическая случайность, и погиб великий певец. Кто не знает, я Виктора Цоя живым видел. Был на концерте у него, рядом прям с ним. В партере сидел, вот он передо мной прям находился. Удалось мне его за год до смерти послушать. Вот Наталья Минченко не даст соврать, Красноярский дворец спорта Енисея есть, раньше он назывался, сейчас он дворцом имени Ерыгина называется, дворцом спорта. Вот там выступал Виктор Цоя, я был на концерте в декабре. Я был в декабре на концерте, а вот в августе он уже погиб. Я его видел буквально в трех метрах сцены. Я в партере сидел вблизи. Вот здесь он пел передо мной. Я видел этого человека и слышал его. Арина Петербургская. Я не думаю, чтобы он сидящий на паже взял на себя сомневайся в этом очень сильно. Еще раз говорю, ей смысла не было убивать своего мужа. Там хоть 150 было у нее друзей и так далее. Охладила, не охладила, мы свечку не держали. Но убивать Михаила Круга или заказывать у нее смысла точно не было. Она при нем жила в шоколаде, как принцесса, понимаете, во дворце. Зачем ей резать курицу, которая несет золотые яйца? Она не работала, занималась, чем хотела, отдыхала. Зачем ей это? Числилась, да, у нее концернным директором, но и что? Она ничем не занималась, в принципе. Чуть белоглазый гайдучок, если я правильно помню, человек из будущего, вы это верите? Нет, нет, чуть белоглазый. Я не верю в россказни вот этого гайдучка. То есть, человек, скорее всего, просто сам себя убедил и начал рассказывать. Ни из какого не из будущего. Вот он точно не из будущего, гайдучок. Он о рентиве часто показывает, он там речи ведет, рассказывает. Да, Милофи, согласен. Грязью обливать героев войны это у нас странная, страшная современная тенденция хейтеров. За Зою Космодемьянскую я вообще, кто ее поливает грязью, я вообще уголовную ответственность ввел бы в законе. Кто пытается оскорбить Зою Космодемьянскую и вот таких героев, уголовную ответственность надо статью вводить. Сразу пять лет лишения свободы. Только вякнул, садись. Потому что на святое нельзя покушаться, понимаете. Это уже вообще, это святотатство высшего ранга, я считаю. Посмотрите в ютубе очевидец казни Зои Космодемьянской. Там дедушка выступает, он парнишкой тогда был, сколько ему было лет, но помнит все. И послушайте, что он рассказывает. Как ее схватили, как ее пытали. Бедную девочку. Серьезно, вот за такие вещи, кто вот этот хейтеры пытаются грязью облить героев войны, я бы ввел статью уголовную. Понимаете, не вот за эти вот все эти, а именно там различную, мелочевку. именно за оскорбление героев Великой Отечественной войны. Они свою жизнь положили, чтобы мы сейчас сидели в интернете с вами и обсуждали вот это все, понимаете. Чтобы кто-то на курорты ездил в Турцию и в Анталию и так далее, в Таиланд. В Ленте с тележкой ходил, в Ашане продуктов набирал, жил, детей растил. Вот они легли в могилы тогда, в 41-м. За нас с вами. И обливать грязью героев войны это святотатство. Вообще, за это карать надо жесточайшим. У меня два деда воевали в Великую Отечественную. Я никому не позволю обливать грязью героев войны. То есть, это уже за гранью. Для информации, когда Зоя Космодемьянская на виселице увесела, ее казнили уже. Эти негодяи из этой дивизии втыкали ножи в нее, в тело, тренировались. После этого наша контрразведка все это установила, распространили документы. И после этого всех из этой дивизии немцев живыми не брали в плен. То есть, указание было негласное, живыми не брать. Ни языков, никого. То есть, с этой дивизии никого живыми не брали. Установили точно дивизию, полк этот, откуда эта часть была, кто Зою мучил. Все установили. Так, друзья, извините, сейчас мы все. про гайдучка я ответил, про героев молодой гвардии и господи Минянской я ответил. Да, Александр Монсгор, Анатолий Ковалев, извините, не Александр Анатолик. Я потом поправился. Трудящийся спрашивает, нужно ли верить предсказание Ванги? Она сказала, что люди найдут энергию, электричество будет не нужно. Трудящийся, тут трудно сказать, как относиться к предсказаниям Ванги, понимаете? Что-то она предсказывала, она предсказывала многое то, что человек сам хотел слышать, поэтому относиться к этому, как к абсолютному волшебству, я бы не стал, если честно. Поэтому все ее предсказания, люди найдут энергию, электричество будет не нужно. Не знаю, я не скажу, что да, я не скажу, что нет. Давайте так отвечу на ваш вопрос. Так, Роман Актобе, Олег, я опять про Иросани. По маршруту Дятлова на них было реально передвигаться в те годы. Роман Актобе, смотрите, Иросани по руслу реки могли передвигаться в принципе, но в дальнейшее движение там получался лес вдоль берега, там Иросани передвигаться не могут. То есть им нужно большие поля, большие пространства. По руслу реки можно приехать, но дальше нет. То есть они бы дошли бы Иросани до границы леса по Ауспии, я понял, про что вы спрашиваете. Вот по Ауспии мы допустим идем, да, мы идем, сейчас скажу, на северо-запад идем, да, мимо Хуэку, если как дятловцы шли по Ауспии. Мы на северо-запад едем на Иросанях, подъезжаем мы к перевалу, раньше он назывался Безымянный, и встаем, и все. То есть Курубники на Иросане не переедут, они просто полозья поломают себе. Вот Михаил Козлов про домовенка написал стих, Юра, слушай домовенок, про тебя тоже стихотворение оказывается есть. Так, подобрали пассажирку Титаника с айсберга Екатерина Поленова говорит, спустя несколько лет, как вы думаете, это фейк? Да, Екатерина, это фейк, сказки просто. На айсберге человек не мог выжить спустя несколько лет. Никто там никого не подбирал. Так, Анонимус Мнимус пишет, Олег, спасибо большое, подключите пару суперчат, чтобы у всех желающих была возможность благодарить вас не только словами. Да, Анонимус Мнимус, я попробую это сделать, там у меня не получалось, потому что там сбой какой-то был у них в Америке, обещали письмо мне с пин-кодом выслать, до сих пор не выслали. Поэтому у меня ни донаты, они суперчат до сих пор не подключены. Единственная помощь мне можно на карту Сбербанка помощь какую-то оказать, если в России из-за рубежа PayPal счет есть. Пока так, да. Спасибо, Анонимус Мнимус, я вас понял. Спасибо вам большое за пожелание такое. Дмитрий Сергеев, копье судьбы хрустального черепа, существует ННРБ, ерунду и занимался ли всерьез? Дмитрий Сергеев, я все-таки думаю, что организация немецкой ННРБ занималась серьезными вещами. Я все-таки, я верю, что и копье судьбы было, и чаша Граали все-таки была. То есть, мудрость человечества монахи скрывали все-таки. Я верю в это. То есть, знания человечества, многие знания имело, но было потом спрятано со временем по разным причинам. Либо крестовые походы помешали, либо истребление, либо какие-то катаклизмы природные. Но копье судьбы и чаша Граали, я думаю, была. Я больше вам скажу, я думаю, что Атлантида была, государство Атлантов тоже было. Как Платон нам рассказывает, ученые древние. Я верю, что была цивилизация Атлантов, и она погибла. Полина и Екатерина, существуют временные дыры? Екатерина, ученые уже рассказывают об этом. Да, есть временные дыры, но только как туда проникнуть, пока нет возможности. Но временные дыры вроде бы существуют. То есть, это обсуждается не на уровне фантастика, а именно уже с научной точки зрения. То есть, там идет временная дыра, какой-то червячный переход во времени, и получается, есть это. То есть, ученые этим занимаются. Вы же не думаете, что ничего не публикуют нигде, ни в газетах, ни поделют, ничего этого нет. Ученые каждодневно этим занимаются, понимаете? Вот сейчас Базон Кикса несколько лет назад открыли, сейчас они начнут потихонечку учиться управлять, и они в это время этим и занимаются как раз. Просто все очень долго, понимаете? То есть, человеческая жизнь очень короткая, и не все сразу можно сделать. Саша от Банцигора пишет, а мне Розенбаум на гитаре автограф оставил. Шикарная вещь, Саша, здорово. Уважаю очень Александра Розенбаума, прекрасный певец, Барт. Хорошая песня у него, жизненная, очень мне нравится. Одна песня, чего стоит, нарисуйте мне дом, которая в фильме «Друг» прозвучала. Кто видел фильм «Друг» Сергея Шакурова, посмотрите, пожалуйста, советский. Пронзительный, очень интересный фильм, посмотрите, не пожалеете. «Друг» называется, Сергей Шакуров в главной роли. И там песни Александра Розенбаума звучат. Я думаю, Саша Мацигора это видел, этот фильм. Хороший советский фильм. Нет, Ольга Якутия, ни в коем случае, конечно, я говорил в общем о хейтерах, которых я после буквы «Х» надо букву «У» ставить вторую. Это я о хейтерах говорил. Ни в коем случае не ваш, конечно же, не ваш. Я в общем говорю. Светлана П. Пишет, извините, конечно, но у меня ощущение, что вы наш учитель, а мы ваши ученики. Светлана П. Смотрите, я не ваш учитель, я просто ведущий канала, который вам рассказывает что-то, что, допустим, я за свою жизнь узнал, знаю, хорошо, отлично, а вы рассказываете в свою очередь мне что-то. И вместе мы начинаем это обсуждать. Почему бы нет? Арина Петербургская. Ну, понятно, вы можете при своем мнении модератора упорно утверждать, что Ирина Круг Михаила Круга убила. Пожалуйста. Я считаю это сказкой и выдумкой. Потому что нет никаких оснований, даже мельчайших об этом. не убивают того, понимаете, кто миллионы домой приносит. Они будут до Талова жить и ждать. Вот и все. Никто убивать его не будет. А то, что Круг миллионы приносил, вы же понимаете, дом его кто видел, наверное, может понять. Потому и полезли в этот дом, что издалека бросался своим богатством. Так, пишет Игорь Водолеев. Красноярский во дворце спорта был после второго концерта. Машина времени прекрасная группа. Ну вот, я там смотрел во дворце спорта Енисей Виктора Отцовья концерт. Сейчас он дворцом имени Ерыгина называется. В честь погибшего спортсмена Ивана Ерыгина, борца. Тоже, кстати, красноярцы. Чемпиона известного. А раньше он назывался дворец спорта Енисей, когда я там жил в Красноярске. И работал, и учился так. Миссис Китти спрашивает, кто убил Игоря Талькова? Миссис Китти, могу вам ответить. Игоря Талькова убил телохранителя певицы Азизы Малахов, да. Он уже умер, ушел из жизни, поэтому, в принципе, приписывали, что директор Шляфман стрелял, но все-таки оказалось по последним событиям. Шляфман не стрелял в Талькова. Все-таки Малахов убил. Но приговора не было, поэтому можем только это личное мне высказывать то, что услышали. Так, Николай Химович, что там у нас выражается? А, Николай Химович пошутил, да, но она написала за нее, что на стрим прибежала. Так, хорошие вопросы пошли, сейчас я отвечу, друзья, секундочку. Да, Ирина Ковалева, у вас в городе памятник Зои Космодемьянской стоит, да. Кто не знает, что брат у Зои Космодемьянской был танкистом известным, пошел, почти дошел до Берлина и надо же, погиб на последние дни войны в мае месяце, не дожил до победы, Александр Космодемьянский, тоже посмертно представлен званием Героя Советского Союза, то есть и сестра и брат оба герои Советского Союза, Александр и Зои Космодемьянские, не дожил до победы, 2 мая, по-моему, он погиб, хорошо воевал человек, брат Зои, да. Мария спрашивает, Олег, может что-то подкрутили в машине Цоя, совпадение не верится, он пел песни со смыслом, особенно требуем перемен. Мария, не та фигура Цоя, что подкручивает что-то в машине, понимаете? Никто ему ничего не подкручивал. Там просто с течением несчастных случаев, с течением обстоятельств. Дернул на левую руку почему-то, может уйти хотел от столкновения, просто там поворот резкий и в лоб вошел и все. Скорость была большая. Магнитофон справа на сиденье лежал, играл. Не та фигура, чтобы его убирать, понимаете? Я тоже на концерте Виктор Цоя вроде 90-й год, дворец спорта Енисея. Да, Наталья Менченко, если вы были в дворце спорта Енисея, я там в партере сидел, в первом ряду, да. 5 декабря этот концерт был. Надо было билеты сохранить, я тогда не подумал, но у меня на билете 5 декабря, да. Нам на работе билет распространяли и получил билет я. никто не знал, никто не знал, что в августе Витя погибнет. Я его в трех метрах видел, вот он передо мной стоял, пил джинсов, черной куртки такой, распахнутой, и гитара такая была блестящая, как зеркальная. Да, зал тогда на ушах стоял, действительно, весь дворец спорта. Была зима, все шарфами размахивали над головой, и все кричали Витя и давай, Цой пил. Пачку сигарет несколько раз пил, по просьбе зрителей, кричали все. Да, Арина Петербургская, Розенбаум прекрасные песни поет, жизненные очень. Живет на Васильском мосту, а, на Ваське живет он, понятно. Вот такой замечательный певец у вас в Питере живет, да, дай бог ему многих лет жизни. Да, Марина Дубна, за обливание, грязью героев войны я бы ввел, жесточайшую уголовную ответственность. Малейшее слово оскорблении героя войны, сразу статья и сажать, жесточайшая. Люди за нас погибли, понимаете. Вот вместе с Китей, я Цой на улице видел, прекрасно. Да, Екатерина Бурдина, я тоже Цой на концерте был. Миссис Китти пишет, а я была на концерте Розенбаумову. Тоже здорово. Милофи, про группу Коровина у меня возникло подозрение, сильно выжившая Валя, мутная она, может, подсыпала в чай яд, странное ее поведение. Милофи, не думаю, что она что-то подсыпала, там просто она боялась, представляете, на ее глазах все люди один за одним умирали, в мучениях тряслись, и она все это видела. Она травму психологическую получила, Валентин. Ничего она не подсыпала. Она просто потом осмыслила, хорошо, что она этот отвар не пила, что она тоже могла там лежать. То есть люди за короткий промежуток времени на ее глазах умерли. Токсикология в чистом виде, там отравление было. То есть дыхательные центры остановились и все люди умирали. Николай Ахимович, я Кашпировского помню. Да, Кашпировского все видят, ездил, везде выступал. Да, миссис Китти, Зоя Космодемьянская была разведчика, разведчика на курсы трехмесячные закончила, в группе была. Там непонятно, ее предали, ее там случайно совершенно схватили, просто не повезло. Часовой из-за угла резко вышел, и она с ним столкнулась лицом к лицу. Ну, а что, девчонка, естественно, что она с немцем со здоровым справиться не могла, пистолет не успела вытащить. С ног сбил, сбил ее, слатошили и все. Да, Наталья Менченко, как у людей язык поворачивается, про Зою говорить? Я говорю, это вообще святосвятотатство, просто оскорбление высочайшее, что пытаются, вот герои войны таких, не обязательно Зою, многие пытаются что-то оспорить, а это, такие вещи, за это надо карать, карать жесточайшее, я бы, честно, это мое мнение, не знаю, личное, так скажем, мое отношение, за любое оскорбление героев войны, тем более погибших, неважно, карать жесточайшим образом могу, потому что плевать в историю нельзя. Здравствуйте, Олег, что вы думаете о Павлике Морозове? Мой отец родился в Герасимовке, очень остро реагировал, когда Павлика называли предателем. Провинциалка, отвечаю на ваш вопрос, я не считаю Павлика Морозова предателем, мальчик был пионером, он был за советскую власть, он понимал, что кулаки вредят советской власти, тем не менее. Поэтому я не считаю его предателем. То есть мальчик поступил в соответствии со своими понятиями, размышлениями, вот и все, он не был предателем. То есть это был ребенок, он считал, что так надо поступать. Поэтому судить, судить его с нашей точки зрения я бы не стал. Надо учитывать все-таки то время, когда это произошло. Поэтому осуждать, он никогда не был предателем. надо осуждать убийц тех, кто его убил, его и брата. Самое интересное время истории для меня Ольга Якутия пишет 20-67 год. Все, кто хотя бы один раз прошли в бой во время, лично для меня уже герой. Конечно, Ольга Якутия, Ольга Якутия, я с вами совершенно согласен. Любой, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, он уже априори герой. Даже, который подвиг не совершил. Потому что, уходя на войну, человек понимал, что он не вернется. Вот и все. Я уже рассказывал, наверное, или не рассказывал, не знаю, еще раз расскажу небольшую историю. После Великой Отечественной был прием в Георгиевском зале Сталина сделал для генералов, высших офицеров. То есть, командующих фронтами, армиями, генералов всех собрал. Ну, прием там, фуршет, все. И он с фуршером обходил за каждый столик там. Стоя были, ну, как фуршет, то есть, не сидели они. И поздравлял командующих фронтами, командующих армии, генералов. И когда он подошел к Рокоссовскому, сказал, вот наш герой, товарищ Рокоссовский там руководил фронтами. Ну, и ответное слово. Рокоссовский говорит, товарищ Сталин, вы извините, я никакой не герой. А то, почему считаете, товарищ Рокоссовский? А Рокоссовский ответил, герой тех, кто пал в 41-42-м на полях сражения. Вот они, герой. И Сталин тогда в лице изменился и сказал, давайте выбьем за тех, кто пал в 41-м. Так, Чуть Белоглаза, вам предоставилась возможность стать первым поселенцем на Морсе. Вы согласитесь? Чуть Белоглаза, я соглашусь. Да, до моего справедливого. Я сказал, туда помечались два от силы четыре человека, не больше. РСАН и НКЛ. На них почту возили, больных возили, для армии их сделали, чтобы разведгруппы передвигались. Естественно, десять человек туда не помещались. вот Наталья Менченко на этом концерт ходила на машину времени. Ясно? Людмила Заниева, спасибо. С 8 марта вас наступающим, вы позже подошли. Водолей говорит, я помню этот концерт до сих пор, а я помню концерт Виктора Цоя тоже до сих пор в 20-е спорта 5 декабря. А вот Александр Мацигоров вспомнил, да. Сейчас, секундочку, друзья. Ох, чат пробежал, сколько вопросов. Друзья, я отвечу на все, не расходитесь. Так, Ирина Девяткина видела друг Шакуров-Нюфаулин про дружбу, предательство и пьянство. Да, Ирина Девяткина. Прекрасный, пронизительный фильм, очень поучительный, кстати, заставляет задуматься. Да, Александр Мацигоров, замечательный фильм, я с вами согласен. Один из лучших фильмов. То есть, фильмы, которые именно заставляют задуматься. Очень философский, такой жизненный. Владимир Кузьмин, 82-й год, декабрь, Киров. Вот Владимир Кузьмин, Владимир Милютин, слушал. Так, трудящийся, спрашивает Олег, ваше мнение о версии плоской земли ложь, или это отвлекает людей от чего-то важного? Трудящийся, отвечаю на ваш вопрос. Версия плоской земли я не поддерживаю. Я все-таки сторонник традиционного версии Джордана Бруно, Галилео, Галилео и так далее. Земля вряд ли плоская нет, я не придерживаюсь этой версии. Все давно из космоса знают снимки, Земля имеет шарообразную форму. Михаил Козлов, Марс, Венера, Юпитер, хоть куда отправят нас, нашей всей команды, марсианам, выдвинем глаз на Венере и по Венере, на Юпитере споем лишь бы вместе, лишь бы дружно, космос не пугает нас, чуть лови. Ну вот Михаил Козлов для чуди написал стихотворение. Она в Германии, Михаил Козлов. Долго будет лететь твое стихотворение «Чуди белоглазые». Она из Германии, из Кёльна тебя смотрит. Ну на Венеру не получится, там условия страшные для человечества, поэтому и на Юпитер тем более газообразный гигант. Более-менее на Марсе можно, но надо найти средства от радиации защиты и выработки кислорода, то есть какие-то поселить туда либо водоросли, вырабатывающие кислород, либо каким-то ковром специальным сделать, чтобы вырабатывался и укрытие от радиации. Тогда можно будет на Марсе присутствовать. Поленова Екатерина, Олег, как считаете, кто построил пирамиды? Поленова Екатерина, пирамиды построили сами жители Древнего Египта. Они строили их очень долго. Да, Ева Карачевская, жалко, что очень долго очерняли имя его. Да, Елена Алексеевна, Костана, Олег, Миша, спасибо за искреннее желание сделать там праздник. Елена Алексеевна, вас с праздником, с 8 марта, с наступающим. Так, Владимир Головин, а за что убили Льва Рохлина? Владимир Головин, мы не говорим на нашем канале вообще о политике, но это слово здесь, наверное, уместно все-таки. За что убили Льва Рохлина? Я предположу, что из-за политики, но мы не обсуждаем здесь. И думаю, что я не сильно ошибаюсь про Льва Рохлина. Николай Ахимович пишет, Михаил Козлов, пора сборник оформлять. Да, Михаил? Пора стихотворения в сборник. Чуть белоглаза была на концерте Кулак Бильды. И его увезу тебя в тундру, а ли не лучше? Да, хорошие песни, чуть белоглаза. Самолет хорошо, пароход хорошо, а ли не лучше? Олег Васильев, как бы вы отнеслись к истории Фоменко-Односовского? Олег Васильев, вы меня извините, немножко расшифруйте, что за история, потому что, как бы, по названию я что-то могу не угадать, а по этой истории я могу знать. Расшифруйте, пожалуйста, и я отвечу на ваши вопросы. Ирина Девяткина, показывали по телевизору эту перестройку, там музей весь его разгромили, там есть учитель, такая хорошая подвижница, она к себе экспонаты забрала пока, но стоит вопрос о восстановлении музея, то есть музей там немножко пострадал в ходе стройки, пришлось все это перетаскивать. Музей Зои Космодемьянской, да, там ее вещи, мама отдала в этот музей, мама Зои, еще при жизни, когда она жива была. И там вещи из Саши Александра Космодемьянского, его шлемофон, в котором он воевал и погиб, в музее этот был, да. Информация такая, что в новой школе не нашлось места для этого музея, и там решается вопрос о выделении какой-то комнаты, комнатки, ну в общем бьются там, общественники подрядились. То есть представляете, да, герои Советского Союза уничтожили музей, а теперь надо восстанавливать и не могут добиться. Вот такая наша бюрократия. То есть звание Героя Советского Союза уже даже это не останавливает вандалов. Я тогда не знаю, до чего мы докатились уже. Так, в 1978 году в Ижевске выступал Муслин Магомаев, время концерта восстанавливается возле меня, а длина штуры микрофон на закончилась, Таня Миллер пишет. Таня Миллер, ну здорово, Муслин Магомаев автограф вам дал, прекрасный певец был. Увезу тебя я в тундру, песня у Калабельды пел такую. Я училась в Красноярске, в 28-й школе, школа имени Зои Космодемьянская. Ну здорово. Это водолей учился в этой школе. Ну здорово. Милофи Олег, это однозначно. Как минимум, неосторожное убийство, но там все замяли, поэтому непонятно, что. Обвинили Шляфмана, Шляфман в Израиль уехал, и все, его обвиняли все эти годы. А сейчас выясняют, что Шляфман не виноват. Все-таки Малахов. Ну Малахов ушел из жизни, поэтому умер, человек болел. Так, Анна Зосимова, Олег, здравствуйте, вам бы уроки мужества или политинформации вести для поднастачьего поколения? Хорошо рассказывайте, думаю, у вас, ребят, вопросов много было бы много, вы бы на все ответили. Анна Зосимова, я согласен с вашим предложением, пожалуйста, приглашайте, я выступлю в любой школе, на любом предприятии, я расскажу все, что я знаю. Я могу школьников многому научить, пусть приглашайте, я буду выступать. Что знаю, то расскажу. Ну, а знаю я немало, так скажем, я люблю историю. А вот Николай Ахимович, Михаил Козлов на стриме увидел, был неправ по отношению к вам, извиняюсь, публично. Другие провоцировали, меня не сдержался. Николай Ахимович, я понимаю, видимо, вас там сильно провоцировали, да, но вот, молодец Николай Ахимович, изменился перед Козловым Михаилом. Да, к логопедии Юлия Березина, я была на концерте Гарри Мура, в 10-м году. Гарри Мур хорошо пел, да, интересно, у нее песни такие мелодичные. Умер, да, уже, к сожалению. Светлана Волга, я знаю, что они под траверс сделали горы, да, и груз у них был большой, я знаю об этом, но здесь роли не меняет, они шли, и траверс они проводили, я знаю прекрасно, но была совершена ошибка, которая стоила жизни всем девушкам. Александр Мацигоров, в Караганде была школа имени Зоя Космодемьянская, на открытие бюста приезжала ее мама, теперь ни школы, ни памятника, все снесли. Ну, Александр Мацигоров, что поделаешь, сейчас страны разделились, разные государства стали, поэтому. Что тут комментируют? даже комментировать излишне, можно сказать. Татьяна Петлюк, Коровина заварила отвар золотого корня, я уже говорил об этом, и туда попало, вот как раз, из семейства алкалоидных яд, на А букву называется, я потом еще раз посмотрю, скажу вам, и вот эта трава, алкалоид, и отравила, остановила дыхательный центр, вот центр у группы, они отравились, умерли один за одним, заварила она изначально золотой корень, да, он бодрит там, подкрепляет силы и так далее, она собирала этот корень, потому что было задание, она за него деньги получить, должна была неплохие, он растет именно в этом месте, золотой корень называется, посмотрите в интернете, что это такое, основа для лекарств, золотой корень, милофи, я знаю, у Зои был пистолет на ГАН, да, но она не то, что не успела выхватить, там немец из-за угла резко вышел, а у нее в руках были в одной спичке, в другой бутылка с зажигательной смесью, а на ГАН за поясом, она даже не дотянулась за него, а то, что в фильме показывает, что она его выхватила, это не соответствует действительности, на ГАН у Зои даже не успела в руки взять, то, что показывает в фильме, это как художник это видит, да, Александр Мацигора, Юрий Кукин, хороший певец был, да, знаю такого, да, современная интерпретация о героях войны, слишком много, много изменений, не соответствующих действительности, Вера Морев говорит, Олег, здравствуйте, вас так интересно слушать, спасибо, Вера, спасибо у вас, задавайте вопросы капсулам, я отвечу на любые вопросы по истории, чуть белоглазая в одной книге вычитала, что земля гилоид по форме напоминает картофелин, но чуть белоглазая, мы видим снимки из космоса, вряд ли она напоминает картофелин все-таки, Водолей, а вот про туннели под городом Перми, вам пусть ответят, кто живет в Перми, я не живу в Перми, милофи, я согласен я с вами, благодаря им мы живем, они нас защитили тогда в 41-м, понятно все это, но художественные фильмы часто не соответствуют действительности, Александр Мацигора прав все-таки, то есть что-то приукрашивают, что-то не показывают, но общая идея фильма, я понял вас, да, согласен, Владимир Головин, а почему население Манси так катастрофически сократилось, Владимир Головин, ну здесь скорее всего несколько факторов сказалось, цивилизация наступает, то есть олени, перестали может оленя мясо принимать, как бы шкуры никому не нужны, то есть соответственно оленей держать только для себя смысла не стало, вот скорее всего с этим связано, то есть смотрите, первым делом убили оленеводство, оленеводство ушло, соответственно численность Манси стала сокращаться, кто разъехался, кто спился, кто умер, вот поэтому так и пошло, то есть тут много факторов, тут и природный сыграл роль, скорее всего, может корма не стало в этом месте для оленей, оленей ушли севернее, очень много факторов влияет на это, соответственно население сократилось, я же приводил на прошлом стриме, было их 6059 году, сейчас их 136 человек стало, по последнему, 136 от слова всего, то есть в Ушме числятся 32 по списку, на самом деле в наличии меньше их, в Бурмантово там сколько-то, ну и остальные в них символи остались, больше всего в них символи сейчас проживает, там такая крепкая община, там потомки Куриковых живут, хорошо обосновались. Так, Саша Попов пришел, Олег, привет, мне кажется, что у нас теперь все праздники полностью политизированы, 8 марта становится не женским днем, а чередным днем защитника Отечества, по ТВ одни враги, ракеты террористами. Саша Попов, ну на ТВ у нас много что показывают, ну, что поделаешь. Так, а вот телевидение, телевидение выпускает то, что люди смотрят, люди это смотрят, телевидение еще больше выпускает, вот оно и пошло все это. Политикой мы не занимаемся, не обсуждаем, поэтому ничего не могу вам по этому поводу сказать. Олег Васильев, я понял про его это, вы говорите про этих ученых, но тут сложно сказать. Я не думаю, что здесь особый криминал какой-то был. Я слышал, так, краем уха, скажем, про эту историю. Криминал я здесь... Да, Александр Мацегой, аконит, у меня был записан, только не здесь, да, аконит. Вот аконит попал вместе с золотым корнем. А аконит это страшный яд. Страшнейший яд. Спасибо, что подсказали. Да, аконит у меня, я записывал. И, кстати, аконит там произрастает, то есть это все соответствует действительности в этих местах. Там есть и золотой корень, и аконит. Но каким-то образом вместе с отваром попал аконит туда с золотым корнем. Ну, ошиблись, заваривали, кинули в кучу, там, пучок. А там много ли надо этого аконита? Страшное растение. Красного цвета такой, цветочек красивый у него. Но убивает, он блокирует дыхательный центр, то есть человека сразу отказывает дыхание. Соответственно, сердце останавливается. Страшная штука. Очень-очень ядовитое растение. А аконит, запомните, кто... Даже вот в отвар, представляете, да, его с кипятком заварили, все равно свойства аконита в организме проявились по-разному. В течение небольшого времени они один за одним умирали. На глазах Валентины Уточенко, она и говорила. Один упал, стал биться в конвульсиях. Знаете, почему в конвульсиях бьются? Потому что дышать нечем, дыхание прекращается, потому и бились. Так, Николай Химич, о рассказе Степочкина об оружии, убийстве, вымыселах. Николай Химич, я знаю этот рассказ пенсионера Степочкина, но мое мнение, мнение других людей, он все-таки рассказывает о другом случае. То есть это происходило все-таки ближе туда, к хантам, что-то. К нашему делу это вряд ли имеет. Отношения. То есть я не скажу, что Степочкин слишком врет, но его слова там нуждаются в корректировке. Да, много там интересного рассказывает, но без подробностей. Где это было там, старый хант не рассказал им ни места, ни время и так далее. То есть возможно это где-то было до, либо это было после. Понимаете, да? Николай Химич, о чем я говорю. То есть возможно случай имел место, но он не имеет в нашей группе никакого отношения. То есть отрицать я не буду говорить, что Степочкин врет. Может быть вполне такое было. Пенсионер Степочкин. Кто не знает, друзья, посмотрите в интернете рассказ пенсионера Степочкина. Многие пытаются связаться со случаем Дятлова, но тут и близко не подходит. Так, чуть белоглазая. Олег, вы верите в жизнь после смерти? Японцы утверждают, что жизнь и смерть – это одно и то же. Чуть белоглазая в жизнь. Вот как мы понимаем, нашу жизнь после смерти ее, естественно, нет. После смерти просто другое состояние наступает. Вот и все. Но я не назову этой жизнью. Это все-таки другая составляющая. Но не жизнь. Скажу проще. На уровне энергетического фантома может быть, если вы понимаете, о чем я говорю. Ну, а тогда мы начнем говорить тогда с вами о привидениях и так далее. Потому что энергетические фантомы – это те же самые привидения. Ирина Девяткина спрашивает, что вы думаете о котлах в Якутии? Ирина Девяткина. Я видел эти сооружения. Они неожиданно появляются в неожиданных местах. Это природное явление, не более того. Просто что-то с земной корой происходит и выталкиваются вот это, получается, так называемые котлы. Но это не дело рук человека. Это природное образование. Добрый день. Как вы относитесь к версии того, что пирамиды – это новодел примерно 17-18 века. Маргарита категорически это отвергаю. Потому что есть радиоуглеродные анализы, которые точно установили, что пирамиды соответствуют своему году постройки. Это не новодел. Кто говорит о новоделе, это просто бред и сказки. Пирамиды построены, полностью анализы проведены. Есть радиоуглеродные анализы, они точную дату почти точную дают. Анонимус мнимус. Да, аконит не похож на золотой корень, но вот как-то попал в отвар. То есть была трагическая ошибка совершена. Потому что все симптомы соответствуют токсикологии отравления. И аконит растет в этом месте, на этой горе как раз. Но и золотой корень там рос. Да, Кошка-Пышка, отдать свою молодость в борьбе за Родину, это уже подвиг. Да там не то, что молодость, Кошка-Пышка. Люди в 41-м жизни свои отдали. Кто не знает, я когда рассказывал цикл, у меня был про дятловцев. Папа Зина Коломогорова ушел воевать из села. Он один из трех, трое погибли, один из трех вернулся. Папа Зина Коломогорова уцелел, пять ранений получил в Великой Отечественной. Чудом уцелел. То есть трое ушли, один только вернулся после победы. Живым. Ну, живым, израненным. Папа Зина Коломогорова воевал, честно, тоже. У человека пять ранений, представляете? После вернулся домой в котельной работал, продолжал трудиться. Хотя был весь израненный. Да, они сейчас, они давно уже разведением оленей не занимаются. Вот Миша Козлов уже стихи про ключ стал писать. Нормально, Миша. Да, чуть белоглазая. Там его в руки брать даже опасно. Там через кожу что-то получается. Страшное растение. Сергей Герасимов спрашивает. Добрый день. Как Аляска стала территорией США? Много противоречивой информации. Сергей Герасимов рассказывает. Нашу территорию Российской империи, Аляску, продал царь Александр. Тот, который освободитель. То есть, который отменил крепостное право на Руси. Он же продал Аляску американцам. За семь миллионов, там, сколько-то там, ну, долларов. В общем, получилось за гектар, там, семь центов за гектар всего вышло. То есть, за копейки продал Аляску. Потому что местность находилась далеко. Очень дорогое освоение было этой территории. И посчитали то, что она нам не нужна. Ну, в общем, власть решила, понятно, царь там, придворный. И получили семь миллионов американских долларов за эту территорию. По семь центов за гектар. Представляете? Гектар земли семь центов. И была продана. То есть, вроде вот Александра-освободителя, видите, крепостное право отменил. Аляску продал. То есть, была сделка совершена официально на уровне правительства. Мы получили деньги и отдали под юрисдикцию США. То есть, США там поставила свою администрацию и все. Теперь это штат Аляска. Построили город там, хороший анкоридж, столицу Аляски. И там еще более мелкие городки. Так, Александр Кузьмин с Екатеринбурга. Олег, приветствую. Так, женщин поздравляю. Тут с 8 марта Александр Кузьмин. Спасибо. Да, друзья, давайте будем завершать. Да, Михаил Козлов молодец сегодня в ударе. Вера Морева спрашивает. Олег, что вы думаете о полете американцев и высадке на Луне? Были ли они там? Вера Морева. Все данные, все есть результаты лунного грунта получения. Американцы были на Луне. И все экспедиции соответствующие высаживались и там работали. Кто не знал, до сих пор американский вездеход существует на Луне. он был найден недавно. То есть на котором американцы передвигались. Так называемый автомобиль. Его нашли на Луне. Так что американцы были на Луне. И лунный грунт оттуда привезенный. То есть соответствует. Там такие минералы, которые на Земле вообще не присутствуют. Американцы были на Луне. Поэтому не надо эти тайные сказки придумать, что их не было на Луне. Это бред и провокация. Да, друзья. На последний вопрос я отвечу и будем закругляться. Говорят, моряки слышат через каждые 6 лет сигнал из Титаника. Как вы думаете, что такое возможно? Нет, Полина Екатерина, такое невозможно. Сигнал из Титаника каждые 6 лет это бред просто сумасшедшего. Олег Васильев кто убил Кеннеди? Спрашивает. Кеннеди убил, он осужден, 40-летний срок отбывает. Давно этот человек пойман. То есть ни Освальд его убил. Освальд просто сидел для прикрытия. Ему сказали просто пострелять. Он и пострелял. А в Кеннеди стреляли сбоку, чуть спереди. То есть ни из библиотеки, ни из окна. То есть этот человек осужден официально. Но он не признался, кто его заказал, нанял. А заказ, понятно, это бывший вице-президент, который президентом стал, Линдон Джонсон и директор ЦРУ. Они разработали эту операцию. Потому что Кеннеди никого из них не устраивал. То есть в результате убийства Линдон Джонсон стал неожиданно президентом, хотя он в жизни никогда бы не смог стать. И директор ЦРУ, они вместе разработали эту операцию. Понятно, что сами власти его убили президента Кеннеди. Все давно это понимают. То есть никакой агент, никакой не агент, не одиночка. А у Освальда в темную использовали. Сказали прийти в библиотеку, там-то выстрелить. Положили гонорар. Он даже не попал ни разу в президент. Из окна пальнул просто из винтовки из Ремингтона. Так, Юлия Конева все больше убеждают, что если бы нас убили, стало известно, секретить бы не стали. Наказали бы их по поводу. Нет, Юлия Конева, вы совершенно не правы здесь. Как раз потому, что их убили местные таежные охотники, поэтому и было засекречено дело. Да, Кошка Пышка и Земля имеют нормальную форму. Так, друзья, последние вопросы. Да, Водолей, Олег, ты прав. Так, все, понял. Спасибо, Водолей. Александр Кузьмин с Титаника ничего не может звучать. Титаник погиб давно в 912 году. Поэтому, кто это придумал, сигналосос, это бред сумасшедшего. Трудящийся, Олег, а высадка на Марс марсохода НАСА это правда или постановка? Трудящийся, высадка марсохода соответствует действительности. То есть, сегодня там три аппарата на Марсе работают. Первый работает, потом второй Кириосити, и третий, который недавно высадился. На сегодня они все работают. Да, друзья, будем завершать. Мы сегодня с вами долго в эфире. Олег, может, что-то я не поняла, зачем группа коровина женщина пила неизвестный отвар известных ей трах? мэри 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 леди ей сказали, что эта трава полезная, она лекарственная, и она для бодрости решила поддержать силы группы, то есть, устали ребята, и поэтому сделала отвар золотого корня, она его собрала, у нее много было, она за него деньги получала, понимаете, он очень дорогой тогда был, то есть, она сдавала, она с датчика этой травы была, то есть, совместила сразу поход и немножко денег подзаработать, золотой корень ей заказали, она должна была привезти, и она на последний вечер, последний для них оказавшийся, заварила отвар для поддержания бодрости этой, и все его пили, а уточенко Валентина не пила, надеюсь, поняли, Мария, да? Так, Олег, как удивительно, как вы много знаете, мой респект, очень крутой стрим получился, большое спасибо, Екатерина, спасибо вам, что пришли с праздником, с 8 марта вас, так, всем приятного вечера, Марина Добрина, до свидания, так, друзья, все не расходитесь, я сейчас еще сюрприз подготовил в конце, Аляске повезло, посмотрите, какое развитие, российский север разрукан, Милофи, тут вопрос философский, кому повезло, кому не повезло, поэтому, тем не менее, продали Аляску за деньги, Николай Ахимович, нашими деньгами, это тогда такие деньги были, за 7 миллионов продали, 7 центов за гектар, так, Олег, спасибо за потрясающе интересный стрим, у меня к вам еще куча вопросов, чуть белоглазый, будете задавать вопросы, я отвечу, не переживайте, я на все вопросы, по истории отвечу, на все вот так, как я любил мужчину, очень интересно сегодня было, Анонимус Мимус, спасибо большое, за добрые слова, спасибо, что вы приходите на мой канал, Анонимус Мимус, вы недавно на моем канале, ну вот, интересные вопросы задаете, спасибо вам, так, лайки ставьте, друзья, для продвижения моего канала, так, да, миссис Китти, сегодня у нас пилотный проект был, стрима, спасибо, поняла про отвар, мэри леди, туда, туда, это растение случайно попало, естественно, она не знала, она же не фармаколог, ей сказали, золотой корень собрать, она его собирала, Алекс Ал, Олег, как вы отметили юбилей канала, надеюсь, было весело, Алекс Ал, ну, спокойно, как отметил, дома кружку чая выпил, вот и отметил, по ресторанам не ходил, скажу вам, так, спасибо за общение, да, в среду стрим будет, как обычно, все знают расписание, 12 часов московского времени, так, трудящийся, спасибо за эфир, так, спасибо, давайте, Ирина Девяткина, нет, там не передоз, там именно попал, вот этот, ядовитое растение, потому что у них дыхательный центр остановился, от передоза вряд ли это было, так, все, друзья, будем завершать, ну, и напоследок, моим подписчикам, и женщинам, с 8 марта, стихотворение, хотелось бы мне, зачитать, это стихотворение, особенно, оно будет интересно, ленинградцам, кто из Санкт-Петербурга, мой модератор, и Арина Санкт-Петербургская, Михаил Козлов, еще у нас, Юлия Петрова, я думаю, вам будет интересно, так, спасибо за стрим, да, Галина Бадаева, я все-таки хочу вас зачитать, накануне праздника женского, стихотворение поэтессы советской, Ольги Федоровны Бергольц, написано 8 марта 42 года, то есть шла война, была блокада, но она все-таки написала стихотворение, чтобы поздравить наших дорогих советских женщин, стихотворение называется «Ленинградки», вот Алина Петербургская, у нее и бабушка была там, знает она, я думаю, будет интересно это стихотворение, послушайте, пожалуйста, его, друзья, еще, итак, Ольга Федоровна Бергольц, Ленинградки, 8 марта 42 года, еще тебе какие песни сложат, так воспою твой облик и дела, что ты, наверное, скажешь, не похожи, я проще, я угрюмее была, мне часто было страшно и тоскливо, меня томил войны кровавый путь, я не мечтала даже быть счастливой, мне одного хотелось, отдохнуть, да, отдохнуть, ото всего на свете, от поисков тепла, жилья, еды, от жалости к своим исчакшим детям, от вечного предчувствия беды, от страха за того, кто мне не пишет, увижу ли я его когда-нибудь, от свиста бомб, но беззащитной крышей, от мужества и гнева отдохнуть, но я в печальном городе осталась, хозяйкой и служанкой для того, чтобы сберечь огонь и жизнь его, и я жила, преодолев усталость, я даже пела иногда, трудилась, с людьми делилась солью и водой, я плакала, как могла, бронилась, с моей соседкой, бредила едой, и день за днем лицо мое темнело, седины появлялись на висках, зато привычная к любому делу, почти железно сделалась моя рука, смотрите, как цепки, пальцы и грубы, я рвы на ближних поступах копала, сколачила жесткие гробы, и малым детям раны бинтовала, и не проходят даром эти дни, неистребимый свинцовых осадок, сама печаль, сама война глядит, познавшими глазами Ленинграда, зачем же ты меня изобразил, такой отважной, такой прекрасной, как женщину в рассвете лучших сил, с улыбкой горделивою и ясной, но не приняв суровый укоризм, художник скажет с гордостью, с отрадой, за тем, что ты сама любовь и жизнь, бесстрашие и слава Ленинграда. Вот такие стихи, друзья, посвященные ленинградским женщинам, 8 марта. Я решил его прочитать, как в память о женщинах Ленинграда, они тоже хотели праздновать этот праздник, несмотря на войну. И вот такие слова написала Ольга Федоровна Бергольц, напоминаю, что Ольга Федоровна была тоже в блокаде, все блокады, работала на радио, поддерживала ленинградцев своими стихами. Ну, 8 марта, такое прекрасное стихотворение она написала. Так, друзья, все, давайте на сегодня будем заканчивать. Спасибо, кто лайки поставил. Конечно, лайков не так много, но спасибо все равно, друзья, что вы были, что вы приходили. Для вас работал Олег сегодня. Всех женщин наших с праздником, с 8 марта. Канал мыслей об истории. Спасибо вам, дорогие друзья, что приходите. Давайте все поздравим наших женщин с 8 марта еще раз. Пожелаем им всего здоровья и счастья в жизни, любви и всего хорошего, чтобы все планы сбылись, все желания, помыслы. В общем, чтобы поменьше печали было, побольше радости на ваших лицах. Дорогие наши женщины, милые дамы, желаем вам всего. Мы, мужчины, вас любим, уважаем, ценим, помним. Поэтому спасибо вам за все. С праздником вас. Чтобы вы праздновали, чтобы были счастливы. Все, все, чтобы у вас в жизни сбылось. Да, сегодня мы заканчиваем наш стрим. Еще раз скажу, повторюсь, извините. Так, название «Вместе об интересном» решил я так его назвать. То есть были различные варианты, я из нескольких вариантов сделал «Вместе об интересном». То есть это название мое, я его лично придумал, оно не заезженное. Поэтому спасибо, что были со мной сегодня. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал, расскажите своим коллегам, родным, кто интересуется темой группы, «Дятлова. Тайными загадками истории». Расскажите, может, кто-то посмотрит, понравится кому-то, тоже подпишется. Спасибо вам большое, что были сегодня со мной. Еще раз, милых женщин, с праздником, с 8 марта поздравляю. Так, анонимус-мнимус, суперчат, спасибо вам большое. У меня он не подключен, правда, но спасибо вам большое. Спасибо за помощь. Да, Татьяна Петлюк, великолепный стих, до свидания, до следующего стрима, да. Друзья, все узнают в среду, приходите на мой канал «Мысли об истории». Место встреч, изменений нельзя, встретимся здесь же в среду, с вами 12 часов московского времени. Приходите. Тему пока не скажу, будет интригу, сохраним. Тема тоже будет интересная. Естественно, по группе Дятлова, понятно, все понимают. Все, друзья, спасибо вам большое, что приходили. Милых женщин, с праздником. Миша пишет, да, цветочки. Спасибо вам большое. Всем спасибо. Да, вот Арина Петербургская пишет, у нас нет платных сообщений. Если хотите помочь на карту Сбербанка, перечисляйте помощь свою, пожалуйста. А если вы за рубежом находитесь, на счет PayPal, то может, если есть у вас возможные, друзья. С 8 марта у вас. Вот посмотрите, на открыточку на экран. Такие цветы красивые. Ну и по традиции, друзья, все еще только начинается. До новых встреч. До свидания. Спасибо, что были сегодня со мной. Это был канал «Мысли об истории». Для вас работал Олег. До свидания. Приходите еще. До новых встреч, друзья. До новых встреч. 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 До новых встреч.